Тренд Протектор, Руф Треллен Невообразимо старый и мудрый Тренд был просто молодым деревом во время вторжения Пылающего Легиона. Став более мощным через тысячи лет, Руф Треллен отдал свою силу делу Сентинел. Он способен использовать власти над лесом, чтобы скрыть союзников. Ему помогает сам лес, предоставляя ему прочную броню, а также помогает обездвижить корнями всех врагов. Злое дерево вообще. Вышло с инвиза, просто все поубивало. О, винамунгер. Брат, ну это трипл килл. Ух ты. Смотри, сотри, сотри. Обмануть пытается. Не, ну это на вставочку. Просто не удалось пацанам обмануть. Крутая тема, да? О, здорово. Только просто так всадил. Главное, чтобы не крипы. Да я заберу. Эй, не забрал. Да, а как такое бывает? Привет. Надо было сразу двойку давать. Просто тварда рождал. Жалко. Оба сдохнем, скорее всего. А вот и нет. Стратегия. Практика галактика, называется. Пошло запиливание. Он не будет ожидать догон никогда. Бабах. Оп, есть. Руф Родиенс, это классика. О. Руф Родиенс, это классика. Вот она классика, смотрите. Помните, как в старый добрый. Вы вот так вот бегаете и делаете вещи. Просто. И парень не знает, что делать. О, а тут дерево вылазит и убивает. Вот просто классика. Это классика, ребят. Тут дерево кто-то срубил. Кто срубил? Ах, ты смотри, что делает. Твинхед. Если он это делает... Ах, ты смотри. Всем привет, дорогие друзья. С вами Якс и Нас. И сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы, конечно же, придем к разбору этого гайда. Конечно, хочется посмотреть вот эту прекрасную анимацию создания нашего героя. И, конечно же, поблагодарить вот этих спонсоров. Друзья, спасибо, что подписаны по спонсорской подписке. Не забывайте, что она работает. Все вроде нормально. Чтобы знать немножко больше. И, конечно же, контентик смотреть немного раньше. Пока руф у нас резается, вы, в принципе, поняли уже, наверное, да? Что сегодня у нас гайд на прекрасного руфа. Посмотрите, какой он, да? Вот он. Вот такой вот у нас руфчик. Чисто полено. И, конечно, вы узнаете сегодня, как работают его способности. Как работает у нас просто съесть шишку, закинуть шишку, дать корешки и связать корешками. Все, гайд закончен. Вы такой гайд, наверное, хотели по просьбам в комментариях. Что-то нудное, долго рассказываю. Не, на самом деле, ребята, это все шутки. Вы все понимаете. Как у нас работает Nature's Guys? Как работает Leech Speed? Как работает Living Armor? И как работает Overgrowth? Сегодня вы все это узнаете, поэтому не скипайте. Досматривайте до конца. Практика тоже будет очень интересная, ребятки. Ну и, в принципе, пожелаю всем приятного просмотра. Поехали! Ну что, начнем сегодняшний разбор способностей, друзья. Первая способность на нашем персонаже это в простонародье Invis. Но Invis необычный. Invis, который будет у нас работать, если мы будем в радиусе, в определенном, рядом с деревьями. Если мы будем отходить от деревьев, то, конечно же, Invis будет падать. При этом еще этот спелл будет давать нам определенную дополнительную скорость передвижения. Это реально очень круто. И Invis, конечно же, в зависимости от уровня прокачки. И вообще, в целом, будет у нас иметь определенный калдаун и определенную длительность. Очень интересная способность. Давайте прокачаем и посмотрим. Как я уже говорил, это съесть шишку. Давайте применим на себя. На себя, конечно же, можно изи это все применять. А на союзника будет тоже определенная дальность применения. Дальность применения, к слову, будет у нас составлять 600 единиц. Но сейчас мы, как говорится, разберем. Смотрите, кушаем шишку. Вкусненько. И заходим в Invis. Мы можем вот так вот передвигаться спокойненько рядом с деревьями. Если вы будете отходить от дерева на расстоянии 375 единиц, то, конечно же, Invis у вас упадет. Можно вот так в центр встать, и Invis у нас пропадет. Но если вы быстренько пройдете, то, по идее, ничего не произойдет. Давайте успеем, по идее, перебежать. Оп, нет, не успеваем. Все-таки не успевает здесь перебежать, поэтому надо желательно ближе к деревьям держаться. В случае, если вы попытаетесь кастануть эту способность, не находясь, так сказать, рядом с деревьем, то просто вы потратите ману, и у вас способность уйдет к кд. Так что, друзья, вот такая тема. Также еще для Руфа есть приколюха. Когда вы находитесь в этом Invis, в этом Invis, который юзаете походкею Т, да, как говорится, то вы можете спокойно, как говорится, нажимать артефакты, передвигаться, и вы не будете выходить с Invis. Но если это будет союзник, образно, на союзника мы накидываем, союзник у нас заходит в Invis, также передвигается, но если он заюзает магию, союзник, то союзник выйдет с этого Invis, а наш Руф не выходит. Это такая отличительная черта. Ну, в общем, по этим микромоментам мы вроде поняли уже эту тему. Погнали по табличке. Смотрите, табличка выехала. И смотрим. Дальность применения 600 единиц, как я уже сказал. Радиус поиска дерева 375. То есть нужно ближе к деревьям держаться. Следующее, это время до невидимости. Это именно Fade Time, то есть время вот этого входа в невидимость, оно составляет 2 секунды. То есть вам, прежде чем зайти в Invis, могут накидать за эти 2 секунды, и оп, и вы уже исчезли. Следующее, дополнительная скорость передвижения. 10% бонуса получаете вы, если вы находитесь в Invis. Следующая тема, это длительность невидимости. 15, 30, 45 и 60. Целую минуту вы можете просто бегать с повышенной скоростью передвижения. И, конечно же, игнорировать всех. Всех игнорировать и просто бежать куда хотите. Мне, кстати, интересная тема. Есть еще одна. Сейчас посмотрим. Статуса фейзов не дает. Если честно, я не помню, дает статуса фейзов или нет. Статус фейзов не вешается. То есть вы не можете проходить сквозь героев, сквозь крипов. Поэтому держите в курсе. Следующее, что у нас, конечно же, есть, это монокост. Монокост 60 единиц маны. Всегда. И перезарядка. 10, 8, 6, и 4. То есть вы можете быстренько всех союзников в Invis накидать. И просто как будто под смоками вы побежите там, да, образно. Но единственное, вот тут вот хреново будет, да, проходить. То есть, ну вот тут можно аккуратненько пройти. Потом вот сюда аккуратненько перебежать. И вот так вот по лесу бежать, да, образно кого-то гонгануть. Это реально очень годно. Такой командный спелл получается, что вы просто всю команду забафали. И двигаетесь дальше. И в целом, конечно же, все. Тут более нечего, как говорится, придумывать. И, конечно же, этот Invis развеять нельзя. На БКБшного юнита, на себя и на союзника можно спокойно кинуть. И, конечно, двигаться чуть быстрее. В принципе, прикольная, простенькая способность. Более тут нечего сказать. Все, поехали на следующий. Итак, ребята, следующая способность на нашем персонаже, это способность, которая закидывает шишку. И что она у нас, и как она у нас, сейчас я вам все расскажу. Если первая способность это кушать шишку, то вторая способность это закидывать шишку. И когда вы закинете эту шишку в оппонента, что у нас будет происходить? Я вам сейчас подскажу. Тут действует у нас три некоторых этапа. Первый, это, конечно же, демэдж по врагу. То есть, таргетный демэдж, это не массовый демэдж. Второе, это отхил в радиусе для всех союзников. Или крипов. И третье, это замедло на персонажа, на которого вы закинули. Это тоже немаловажный момент. Ну и, конечно же, у нас тут с уровнями прокачки увеличивается количество хила в радиусе. И демэдж таргетно также увеличивается. При этом тут подкреплено все калдаунами и монокостами. Тоже в зависимости от уровня прокачки разными. Длительность у нас не прокачивается. Длительность у нас всегда 4,5 секунды. Замедло у нас всегда 28%. И, конечно же, 6 пульсаций. Пульсации демэджа и пульсации хила. Надеюсь, эта тема понятна. Теперь поехали, немножко разберем доскональнее. Смотрите, ход КЕ мы прокачали уже. Закидываем эту шишку в оппонента. И самое важное, что нужно знать. Конечно же, дальность применения. Она у нас максимально маленькая. Всего 350 единиц. Вот так подкидываете. И персонаж у нас замедлен. И при этом, обратите внимание. Если вы входите в радиус хила, то на вас летят такие маленькие зелененькие штучки, которые вас будут исцелять. И когда вы их ловите, естественно, вы получаете хил. Эта тема очень важна. И во время этих пульсаций, когда разлетаются, они синхронны вместе с демэджем. То есть демэдж нанесся персонажа и вылетела вот эта вот пульсация. То есть шишка как будто прорастает. Это нужно понимать. Ну и что же у нас туда остается? В принципе, по применению тут все понятно. Закинули, замедлили, хилитесь, дамажите. Можно способность это использовать на подпуш, на подхил союзников или просто на раздамаг. И самая прикольная тема, которая у нас тут есть. В случае, если вы закидываете эту шишку и персонаж умирает, то все равно эта шишка продолжает излечивать в радиусе. То есть демэдж тут уже некому наносить, но она продолжает хилить. Это очень важный момент, что вы можете даже улоу хопового крипа закинуть. И образно вот здесь начинать подхиливаться. В случае, если нет варианта, где-то далеко отходите, как-то по-другому хилиться. То есть имеет место быть, я думаю, под тест, прям по кайфу. Но еще вот эти светлячки, которые летят, они могут руфа спалить. В случае, если вы накинули эту шишку, то, конечно же, вот эти светлячки, которые вылетают, они могут вас спалить в случае, если вы находитесь в инвизе, ребятки. Так что держите в курсе. Что ж, по этим моментам разобрались, давайте выведем табличку. Смотрите, дальность применения 350 единиц. Очень близко. Далее, радиус 500 единиц. Это радиус хила, который вам нужно будет, как говорится, преодолеть для того, чтобы начинать подхиливаться. То есть вот вы в радиус 500 становитесь, вот так вот. То есть персонаж таргетный становится АОЕшкой. И, конечно же, начинает всех ваших союзников излечивать. И вот такая вот тема. Следующий, интервал пульсации. Это 0,75 секунд. То есть у нас тут существует 6 пульсаций. Ну, то есть получается 6 дэмэджных и 6 хиловых. Они полностью, как говорится, совместно работают. То есть дэмэдж и пульс хила. Надеюсь, это понимаете. И, конечно, каждые 0,75 секунд будет вылетать один зелененький светлячок в радиусе. То есть тут нету никакого ограничения по хилу. То есть может тут 100 персонажей стоять и 100 персонажей будут подвергаться хилу. Но один персонаж будет подвергаться дэмэджу. Это нужно понимать. То есть основной таргет, на который мы закинули эту шишку, он будет дамажиться. Это не массовый спелл. Это таргетный, но массовый хилл. Надеюсь, это понимаете. А то я перезаписываю уже вот эту тему второй раз, чтобы вы понимали, что это не массовый спелл. Но и как бы, ну, понимали в целом, что это за способность. Следующая графа очень интересна. Урон за пульсацию. И следующее еще это лечение за пульсацию. Они у нас пропорциональны. 15, 30, 45, 60 по дэмэджу и лечение 15, 30, 45 и 60. Это значит, что 360 дэмэджа до учета сопротивления и 360 хп вы можете захилить. То есть урон и хил у нас пропорциональны. Это я надеюсь, вы поняли. Замедление скорости передвижения 28%. Не знаю, почему именно 28%, но оно, кстати, неплохое это замедление. Довольно-таки сильно замедляет и это круто. Ну и длительность всей этой конторы, конечно же, у нас 4,5 секунды. Монокост 100, 110, 120, 130 и перезарядка 16, 14, 12, 10. Все. По табличке разобрались. Табличка выезжает. Давайте посмотрим теперь, как у нас будет замедлен Бара, когда я кину в него шишку. Смотрите. Опа. И такое замедление, ну, ощутимо, да? Ощутимо это замедление. Можно, конечно же, наяривать, напинывать. И когда замедление перестало работать, все, Бара у нас побежал немного побыстрее. Очень довольно-таки приятное замедление. Длительность тоже хорошая. Самое главное это подхил. Мне кажется, тут даже не больше, не столько дэмэдж важен, сколько подхил, потому что хил очень хороший. Реально очень хороший. Следующая тема это попробуем накинуть в линку. В линку эта способность не работает. Далее, что у нас тут есть? Эта способность также еще не развеивается. Если честно, я вот тещу это второй раз. Сейчас это у нас со второго раза, вот этот весь диалог, даже монолог, потому что я сам с собой разговариваю. Я же деградирую, играю в доту сам с собой. Ну да, ладно. Сам с собой сижу, что-то тестирую, непонятно. В общем, тестирую второй раз, и эта способность не развеивается. Хотя на сайте Акапа написано, что развеется. Показываю, кидаю, кидаю дифуз, кидаю просто так. Не развеивается. Эту способность нельзя развеять, не знаю почему, но вот такая вот приколюха. Интересно, а мантой можно и темп манта? Потому что манту я не проверял, честно. Честно скажу, врать не буду, мантой не проверял. Оп, юзанули. И нет, мантой тоже не скидывается. Это дает некоторое преимущество, что вы видите сразу, где ваш настоящий, как говорится, враг и тому подобное. И в принципе все, друзья. Сколько в совокупности можно нанести и захилить? И 360 хп можно в совокупности захилить и нанести 360 дэмэджа. К слову, в БКБ, естественно, эта способность работать не будет. Не будет БКБ работать, потому что это магическая способность. Ну и как говорится, вот это все худые пайпы все смягчают. Ребят, надеюсь, вторая способность вам более чем понятна. Переходим к третьей. Итак, ребят, следующая способность очень интересная. Она у нас имеет глобальное применение. То есть вы можете накидывать, независимо от того, где вы находитесь на карте, накидывать что-то на союзника. Что это будет у нас, вы спросите? Это будет Ливен Кармор. Конечно же, данная способность у нас накидывает корни, которые позволяют персонажу становиться намного плотнее, повышать свою регенерацию. И, конечно же, просто становиться реально жесткой машиной. Очень сейвовый, очень-очень сейвовый такой вот спелл, который реально очень сильно моросит. И это годно, это годно. Прокачиваем ходки у нас вэт. Дальность применения, как говорил, глобальная. Вот, образно, цемочка стоит на базе. Мы на нее вот так берем, направляем. И у нее появляются вот такие вот корешки. Эти корни будут давать ей регенерацию здоровья, определенную, которая в зависимости от уровня прокачки будет у нас улучшаться. Также еще этот персонаж становится плотнее. Каждая атака по этому персонажу будет немножко блокироваться. Эта блокировка у нас будет также улучшаться с уровнями прокачки. И определенное количество этих блоков вы также будете иметь с уровнями прокачки. Также эту способность можно накидывать еще на тавра. Но, к сожалению, тавра у нас сейчас находится в неуязвимости. Соответственно, на тавр мы накинуть тут не можем в соло лобби. Но в игре мы накинем. Если я не забуду, я вставлю вот здесь вот ставочку. Надеюсь, она есть здесь. Надеюсь, я не забыл. Поэтому сильно строго меня не судить. Эту способность можно направить на пол. И если вы направите сюда на пол, то к ближайшему юниту, который находится здесь, вы накинете эту способность. Реально очень-очень круто. Данная способность у нас не стакается. То есть, если вы будете постоянно на себя накидывать, да, то есть она не будет стакаться, она будет у нас перебафоваться. Следующее, что у нас есть. В принципе, ну, вроде все понятно, да. То есть, когда вас атакуют, вы блокируете определенное количество атак. То есть, смотрите, сколько сейчас демиджа наносится. Оп, сбили способность и пошел демидж, да. То есть, это так и работает. То есть, если вы очень сильно хапаете, то, конечно же, накидываете эту способность. И демиджа будет наноситься немного меньше. В зависимости от того, какого уровня у вас эта способность и сколько у вас еще остается, как говорится, этих атак. Так, давайте посмотрим по табличке. Я думаю, тут, в принципе, все, ну, вы все поняли, да, в принципе, по способности. Блокирует атаки, добавляет вам регенерацию и, в принципе, все. Больше, как бы, тут ничего знать не нужно. Открываем табличку и смотрим. Данная способность очень сильно контрится у нас большим количеством демиджа. То есть, если там какой-то ДПС быстрый такой, как у Пуджа второй спел, то эту способность вы сразу потеряете. Либо она, эта способность у вас просто закончится по времени, либо вы ее просто потеряете, потому что у вас закончится, как говорится, вот это количество блоков. То есть, образно, на первом уровне это 4 блока всего. 4 блока очень быстро скинуть. И, соответственно, вы скинете с персонажа регенерацию и скинете вот эту плотность. Давайте по табличке. Дальность применения глобальная, как я сказал, блокирует ударов 4, 5, 6 и 7. На ласт уровне 7 ударов заблокирует эта способность. Следующая, блокирует урона 20, 40, 60 и 80. Прикиньте, 80 урона блокирует. То есть, если эта способность будет крайнего левела, то персонажи просто не будут наносить ничего. То есть, смотрите, у него 77 демиджа, да, то есть 80 урона, но эта способность просто блокирует и не чувствуете вы ничего. И, к сожалению, вам придется на Оракли попотеть, 7 тычек нужно дать, чтобы снять этот, как говорится, этот спелл и продолжить дамажить. Это реально очень-очень напряженно. Также, кстати, и магия тоже у нас немножко блокируется. Кстати, это способность, я не понимаю, почему на сайте Айкапа у нас тут не показана эта контора. Давайте я сейчас применю вот такой небольшой прокастик на Оракли. То есть, раз, два. И остается у нас 1044 хитпоинта. И сейчас это все сделаем под Ливинг Армором. Посмотрим. Раз, два. И смотрите, у нас, в принципе, осталось, там сколько, 1090 хп. То есть, получается, у нас хп осталось чуть побольше. То есть, этот Ливинг Армор у нас засчитал вот эту блокировку способности, да. То есть, вот такая вот у нас приколюха. Продолжаем дальше. Дополнительное восстановление здоровья. 4, 7, 10 и 13 хп в секунду. Это очень-очень много. 13 хп в секунду. Вы просто, если этот щит не теряете, вы просто захиливаете себе 200 хп. Просто так вот. Вы просто захилили себе 200 хп с этой способностью. Длительность 15 секунд. Монокосты 50 и перезарядка 32, 26, 20 и 14. Реально очень-очень круто. Товара хилить, союзников хилить. И при этом заставлять товара быть плотнее. Или союзника выбирать уже вам. Вот такая тема. Проходит сквозь иммунитет заклинания. Это то, что можно накинуть на союзника, который находится в БКБ. И что у нас самое интересное. Написано, можно развеять любыми развеяниями. Честно, не проверял. И сейчас мы это проверим. Оп. Кидаем диффуз. И тоже не развеивается. Тоже, ребятки, эта тема не развеивается. И не знаю, почему на икапе написано, что можно развеять. Уже вторая ошибка вот в этом гайде. Ну и самое-самое нужное в понимании, что эта способность имеет самый низший приоритет. Что это значит? В доте существует несколько приоритетностей. Это там первая, вторая и третья. Первая, образно, это основная приоритетность. То есть, это дэмэдж, который по тавру заходит. Он сразу заходит. Да, вторая приоритетность. Это, образно, если вы что-то накинули на тавр, то будет считываться. И третья приоритетность. Это, конечно же, руфа приоритетность. То есть, если вы накидываете ливинг армор. И юзаете глиф, образно, то ливинг армор не снимается, а засчитывается глиф. И во время глифа тычки, которые наносят крипы, не будут считаться в ливинг армор. То есть, глиф засейвит эту способность, потому что у глифа приоритетность выше. Понимаете, о чем я говорю? Ну и также это будет работать у нас с щитом абадона. То есть, сначала будет считываться щит абадона в дэмэдж, а потом уже только ливинг армор. То есть, вот это и есть приоритетность. Надеюсь, вы понимаете. У руфа приоритетность самая последняя. То есть, в самую последнюю очередь данная способность будет с вас спадать. Когда у вас есть какой-то дополнительный щит. Вы поняли, да? Щит. Ну и в принципе все. Ну, как бы по этой способности больше нечего, нечего добавлять, ребятки. Очень классная способность, которая позволяет того же Бару закайтить на гангах. Прямо по страшным Бару в кого-то прибегает, и вы просто союзнику ливинг армор даете и сейвите его. Все. Больше делать ничего не нужно. Катка вин. Погнали на следующую способность. Итак, ребята. И самая крайняя способность у нас на сегодня это, конечно же, Овергроу. Данная способность позволяет зарутить всех персонажей, грипов, героев, всех, кто находится в определенном радиусе от самого руфа. Также у нас здесь есть аганим, о котором поговорим немного позже. Давайте сейчас посмотрим по применению и прокачаем данную способность. Прокачали мы ее, хоткей у нас R, и радиус, от которого вы должны отталкиваться, то есть это радиус зацепа этими корнями составляет 675 единиц. То есть руфу нужно подойти, нажать хоткей, и появляются вот такие корни. При этом все персонажи, которые будут находиться в корнях, они будут обездвижены. Некоторые магии можно во время рута юзать, некоторые нельзя. К сожалению, все магии доты я протестить не могу, но, например, чарж бары не будет работать во время рутов, и он, к сожалению, не сможет убежать. К вашему счастью, к его, к сожалению, и тем самым ему будет немного плохо. Так что вот такая вот тема. Большинство магии у нас все-таки как бы можно будет юзать, но и нельзя будет. Какие магии, я не могу вам подсказать. Также руты еще очень легко сбрасывать, ребятки, это я покажу немного позже. Самая основная фишка рутов, это то, что руты просто обездвиживают. Все вы знаете, что такое стан, все вы знаете, что такое руты. Руты это то, когда вы не можете двигаться, просто вы обездвижены. А стан это когда вы вообще ничего сделать не можете, то есть ни магию заюзать, ни какой артефакт. В рутах вы можете юзать артефакты, юзать магии, но не все, опять-таки, как я уже говорил ранее, но не можете двигаться. Так что это нужно запомнить. Также у нас руты будут действовать в зависимости от уровня прокачки определенное количество времени. То есть определенное количество времени, надеюсь, вы поняли. Давайте выведем табличку сразу и пробежимся быстренько, потому что на ульте тут особо никаких моментов больше нет. Длительность у нас 3-3,75 и 4,5 секунды. Радиус 675 единиц. Монокос 150, 175 и 200. Перезарядка 70 секунд. Перезарядка неизменна. И это довольно-таки круто. И 70 секунд, это на самом деле по меркам доты немного. Это небольшой калдаун. И длительность 4,5. В принципе, 4,5 секунды обездвижения. Это реально очень-очень круто. Данную способность, как я уже и говорил, очень легко сбрасывать. Ее можно сбросить просто банальным диффузом. Можно сбросить просто банальным каким-то нажатием манты. То есть вы спокойно выходите с рутов. Либо с рутов. Поняли, да? Либо вы также можете там задиспелить там самого себя. То есть образно это пресс-атак может какой-то. То есть тут на самом деле большое количество возможностей во время того, когда вы находитесь в рутах, избавиться от них. И как бы, ну, эта способность не становится такой проблемой. В зависимости от... Ну, не в зависимости, а то есть в отличии от стана. Рут намного, как говорится, легче избежать. Вот такая вот тема. Самая главная вещь, которая у нас есть на рутах, это то, что руты действуют на БКБшных юнитов. То есть если там есть какой-то джиггернаут, который крутится. Или найкс, который просто убегает в рейже. Или же мартретка, которая бежит с БКБ. Вы просто в его БКБ нажимаете, конечно же, руты. И он также у вас остановится. Очень довольно-таки интересная тема. И реально очень хорошо помогает контролировать персонажи, у которых есть какой-то ранний БКБ. Но если вы, как говорится, сделаете эту тему немного в другой приколюхе. То, конечно, вы можете ошибиться. И персонаж просто выйдет с БКБ и выйдет с этих рутов. То есть задиспелит их. Диспелиться руты очень легко. Вот такая тема. Также у нас еще руты дают true side. Это очень важно тоже понимать. Если у персонажа есть какой-то инвиз, и вы успеете дать корни, и если у него нет никакого там диспела, то он будет находиться в инвизе. То есть вы его видите и даете true side во время действия рутов. Это тоже очень важный момент. В принципе, по ультимейту, я думаю, вам тут все понятно. Длительность просто определенная. Определенный монокост. И, конечно же, просто руты. Думаю, тут все понятно. Давайте приступим к аганиму. Аганим реально очень крутой. Если, если в старых версиях можно было дамажить, да, с рутов здесь, то в этой карте, к сожалению, нельзя. Но аганим дает нам другую возможность. Вы можете и дамажить, и какую-то еще приколюху можете делать. Какую? Я сейчас покажу. Поехали смотреть аганим на руфе. Ну что, друзья, прописал я уже себе аганим. И посмотрите, у нас добавилась вот такая вот какая-то способность. Что она у нас делает, сейчас я вам расскажу. Во-первых, аганим нельзя у нас выкинуть. Во-вторых, аганим у нас не дает, к сожалению, никакого эффекта. И нельзя понять, по руфу есть у него аганим или нету, это, к сожалению. Но самое интересное, что эта вот дополнительная способность, она у нас улучшает ультимейт. Казалось бы, да? Помните, в ранних версиях ультимейт у руфа никак не улучшался. И у него было применение такое. Вы нажимаете, и всех в радиусе начинает дамажить и рутить. Это было раньше. А сейчас эта способность позволяет раскрыть ультимейт руфа немного в другой теме. Давайте покажу как. Так, дополнительная эта способность у нас имеет определенный монокост. И что-то она у нас также дает. Есть у нас такая приколюха. Подходим в определенный радиус применения. А радиус применения 160. И вешаем вот такую штучку на дерево. И как видите, на дереве у нас тут не видно, да, что что-то поменялось, да. То есть дерево как будто вот что-то вот тут должно быть. Но нет, это просто особое дерево. Особое дерево, которое скрывает вот этот эффект. Это имбо-дерево, я называю их так. Потому что в игре невозможно отличить вот это вот, есть тут что-то или нет. Смотрите, повешим на это дерево. И вот такой вот у нас появляется светлячок. Данный светлячок, во-первых, дает нам вижен. Во-вторых, в радиусе этого светлячка, в случае, если вы заюзете корни, все зарутятся и будут получать урон. Это очень важная тема. Эти глазки у нас стоят просто нереальное количество времени. Они просто бесконечные. И как уничтожить этот глазок, спросите вы. Просто достаточно срубить дерево. Вот это зачарованное дерево. И, конечно же, вы потеряете и вижен, и возможность зарутить всех в радиусе, как говорится, вот этого глазочка. Давайте выведем табличку и посмотрим, что у нас там по уровням прокачки. И в целом, что у нас будет давать этот глазок. Выкатывается и смотрим. Дальность применения 160. Это то расстояние, на которое вам нужно подойти, чтобы зачаровать вот это вот дерево. Вот образно вот так в упор подходите, кушаете шишку и вешаете сюда эту шишку. Это все понятно. Радиус действия ультимейта. Радиус действия у нас будет составлять 700 единиц. То есть даже больше, чем у самого рупа. То есть это реально очень круто. То есть в этом радиусе все будут в рутах, если вы нажмете ультимейт. Урон в секунду от овергроут. То есть тут вот этот момент самый-самый важный. Ультимейт начинает дамажить всех врагов. Но дамажить он начинает от вот этих светлячков. То есть не от самого персонажа, а от светлячков. То есть если вы вот так вот нажмете руты, то естественно дэмэджа не будет. Но если персонаж будет у нас находиться здесь и от светлячка, тогда он уже и получит дэмэдж. Смотрите при этом, как дэмэдж наносится. Дэмэдж наносится очень бодренько. 175 дэмэджа в секунду это реально очень много. Монокост всей этой конторы у нас 100 единиц за вот такую вот подсветочку. Как говорится купили подсветку. И перезарядка 25 секунд. То есть каждые 25 секунд вы можете зачаровывать одно дерево. И конечно же потом юзать ультимейт довольно-таки, можно сказать, с импактом. При этом вся эта тема также у нас работает через БКБ. Давайте посмотрим, как это у нас будет работать на БКБшного юнита. Потому что мне самому даже интересно. Зарутим. И дамажить, к сожалению, 100% я уверен, что мы не будем. Так, немного неправильно юзал. Вот, вот так вот. Дамажить мы не дамажим, но рутим. При этом обратите, как быстренько у нас умирают. Обратите внимание, умирают вообще нереально быстро нейтралы. Руф становится такой фарм-машиной с этой способностью. И в принципе все. Более тут знать ничего не нужно. Очень крутая способность. Жалко, что нельзя выкидывать и гоним в случае, если вы попытаетесь как-то там заобузить, то никак у вас не получится. Ну и в принципе все. Я думаю, тут более чем понятно. Данная способность применения. Просто вешайте светлячка. Они у нас безграничного количества. То есть вы можете их вешать бесконечно. Вот так вот всю карту ими завешать. И будете видеть все передвижение врагов. Тем самым еще усложните врагам игру тем, что им нужно будет париться. Уничтожать эти деревья постоянно. И реально напрягать. Напрягать игру. Руф мало того, что он двигается просто невидимо по лесу. И он еще вот эти деревья просто постоянно зачаровывает. И может дополнительно еще подфармливать с помощью кнопочки R. Вот так вот нажал и грибчиков подфармливал. При этом посмотрите. Это ультимейт у меня первого левела. А нейтралы почти все умирают. У них 600 хп. Это реально очень много. Что ж, на этом в принципе, ребятки, гайд, я думаю, у нас по теории окончен. И надо, конечно же, переходить у нас уже к практике. Я для вас подготовил несколько игр. Конечно же, Руф у нас будет 4. Руф, Керри. Ну и, наверное, на Медочи, как обычно, сходим. Ребятки, досмотрите до конца. Пишите, конечно же, в комментариях, понравилась ли вам эта теория. Может, я что-то еще упустил. Может, кто-то добавит в комментариях. Но, если вы будете писать то, что я уже показывал здесь, я, конечно, буду это игнорировать. Ну и, в принципе, ребятки, погнали у нас на интересную практику. Let's go. Не мешайте. Не кашли. Так, ну что, друзья, загрузилась у нас первая игра. В первую игру мы пойдем, конечно же, классического полена. Замутим, замутим классическое полено. Но для начала пробежимся, конечно, по контрпикам. В целом, и что не любит этот герой. Если вы играете через агоним, конечно, будет неприятно видеть, когда ваше дерево ломает какой-нибудь... Вот где он тут? Где он? Сейчас мы его найдем. Вот этот какой-нибудь гоблин зеленый будет ломать ваше дерево. Это будет, конечно же, неприятно. Кстати, очень интересный факт. Каждое дерево, которое у нас находится на карте, оно резается по минутам. По пятой, десятой, пятнадцатой, двадцатой, двадцать пятой и тому подобное. Минутам. И, так сказать, эта тема будет вам помогать понимать, когда деревья резнутся, в случае, если вы их где-то срубили, или если их вам срубили. Так что вот так будет правильнее сказать. Next pick'ом сразу возьмем. Пойдем стандартного Руфа, как я уже говорил, через радиенсы. Почему нет? Центральную сразу забиваем. Почему нет? Почему нет? Помните самый первый гайд? А я помню. Там была прикольная керри-катка, где всех просто с руки убивал. Реально было весело. Так вот, смотрите. У Руфа очень хороший дэмэдж, но очень... Маленькая скорость атаки. Если вы собираете его в керри, то нужно что-то делать на АС, чтобы вносить как можно больше дэмэджа. Плюс у него нету совсем армора. Что, соответственно, делает его уязвимым персонажем для тех, кто у нас тушит с руки. Ну, в целом, Руфа сам по себе такой не особо поворотливый герой, да и контрит его абсолютно... Ну, любой персонаж, я думаю, такой, который вносит урон там, или какой-нибудь Хексер, типа Леона, да, типа Лины. Типа, ну, спокойно он убивает их. Спокойно Лина и Леончик спокойно тушат. Как говорится, нормальная тема. И все. Так что будем сейчас пытаться как-то избежать этой темы. Джаггерс можем подконтривать с помощью рутов. Вдруг будет крутиться, пытаться убегать. Мы его спокойно застопим, замедлим. Так, ну, если будем втарить Радиенс, как я хочу, будет офигенно. Типа, знаете, помните вот эти старые стратегии? Старые стратегии, когда вы просто покупаете Радиенс, забегаете в лесочек, кидаете на себе инвиз и просто бегаете. Это стратегия, если честно, очень прикольная. Я хочу эту стратегию тут повторить. Будет, наверное, весело. Так, ну и погнали. Погнали. Сейчас уже допикивают крайнего героя. Давайте сразу вот так вот сделаем. В последнее время привык делать себе соло курьера, и это очень-очень круто, очень годно. Поэтому не жоптись, покупайте, если что, себе соло. Всего 170 золотых. Что возьмем? Конечно же топорик. Как без топорика на руфе? Ласт хитить там максимально тяжело, да? Дэмэджа у нас родного почти 80, ну 90 почти хотелось бы сказать. 81 на 89 это очень большой урон. Очень большой урон. И, честно, с таким уроном не уметь ласт хитить, да, крайне непонятно какой игрок, да, получается. Но в целом я топорик беру тупо для того, чтобы и рубить деревья еще дополнительно. И самое важное, когда, если вы играете через Аганим, с помощью того, что вы сможете рубить деревья, образно, ну, заходить куда-то поглубже, да, заходить куда-то поглубже, образно, вот как-то вот сюда, и поставить, образно, глазок на это дерево. Тем самым его закрыть первым рядом, да, и все равно, как бы, отсюда давать какой-то вижен. Это очень важная тема, очень важная фишка. Поэтому, ребятки, будете пользоваться, когда посмотрите гайд. Руф, на самом деле, очень неприятный герой, если через Аганим. Но через Аганим у нас катка будет некстовая, я думаю, в этой катке мы сыграем классику. Просто классика. Не то, как надо, а просто классика, фан-классика. А потом уже всю карту заставим вардами, и будет круто. Так что, пожелаю всем приятного просмотра, и поехали, как говорится. Ждем руну, завираем руну, и идем ласт хитить. Интересно, кто пойдет на центр. Прям очень интересно. И, ну, там, в принципе, смотрите, там один рейнджевик, да, два рейнджевика. Виномансер. Виномансер очень сильно с яда будет напрягать. Так, мне уже закидывают тему, да, хорошо. Ну, руну они отдают. Отлично. Я взял шишку на замедло сразу. Вдруг начнется драка, я хотя бы замедло накину, и начнется веселуха. Замедло. Нормально работать будет там. Так, вардик сразу ткнем. Хорошо. И погнали. Немножко проблочим. Самое главное, это проласт хитить. Возьмем по стандарту фазы какие-нибудь. Так, Винома в мину, да? Винома нулик. Сразу он решил, походу, в дискорд. Если у него нулик, то дискордовый Виномансер будет. Оп, но этого не добиваем, не успеваем. Не успеваем. О, тут у нас будет через льмиеныша, да? Можно сразу, кстати, потушить его. Тушу я, к слову, с одной тычки. О, он может сейчас отдаться. Немножко. Немножко можно побить. Хорошо. Побили нормально мы его. Со следующими шишками, кстати, можно забрать, попробовать. Хорошо. Хорошо. Так, и тушим. Опа. Раз. Не заберу. Два. И третий удар. Нет, третий уже не пойду давать. Ты. Нифигай себе, Вином заряженный, короче. Опасный. Ну, почти. Так, мана кончилась. Куры нет, да? Хорошо, берем вот так. И возьмем вот эту вещь. Хорошо. Вот так вот делаем. Линию очень сильно я запушил, но лучше пусть она пушится, чем мне запушат ее, правильно? Хорошо. Очень сильно тут сейчас будет напряжено. Левел чуть прапает, надо его забрать разочек, пока он не прапал левел. Левел прапает, потом тяжело будет. Мы можем его, короче, пацана просто засноуболить немножко. И стики можно взять здесь, очень хорошо зайдет. Засноуболить по тавернам, пацана. У меня уже четвертый левел. Иногда не забывайте посмотреть на сторону к союзникам. Так, ну-ка, 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 дядь. Да, и одна тычка за медло очень сильная будет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, хорошо. Хорошо, есть. Стик, наверное, возьмем. Хотя лучше, наверное, давайте в фазы выйдем. Через фазы мы сможем просто стрейфиться и очень больно бить его. Оп, хорошо, добили. Вон, на руну кто-то пошел. Мы сейчас добьем тут крипчиков и пойдем. Тоже немножко покайфуем. Можно сыграть через боттл. Но я сыграю через фазы сразу на стрейфы. Я тут могу убивать. Возьмем немножко расходника и будем тушить. Хорошо, пойдет. Так, на топе есик. Ага, внизу там у нас суета. О, нормальная руна, кстати. Можно попробовать немножко побить его даже. Так, сапог, естественно, мой. И почти у нас есть фазы, да? Фазы почти есть. Не будем кидать шишку. Опа, змея уже улучшенная. Две тычки надо ей. Если что, корни все кинем, нормально будет. Пусть парень подумает, что он такой, может доминировать надо мной. Это самое главное такое. Фишечка. Знаете, он думает, что вроде у него все под контролем, но на самом деле нет. Сейчас у меня уже будет... Фаза, фаза, фаза. Оп, хорошо. И, наверное, одну ману, да? Отлично, все, вот так вот пойдет. Манго, заюзаем. Зарегенемся чуть-чуть. И сейчас прям только фазы приходят сразу стрейф такой глубокий. И можно тушануть его. И можно тушануть прям. Оп, хорошо. Побежали. Сразу быстренько такой агрессивный стрейф. Он не будет этого ожидать. И крипы мне не дадут пройти, да? Но можно по Т-шке пойти. Можно. И, в принципе, сейчас я накину себе тройку. Видите, как он убегает бодренько. Бодрая коровка. Я до конца буду. Да нет, очень, очень быстро что-то он бежит. И я даже, типа, ну, в шоке, насколько он быстро побежал. Отойдем тогда. Не будем рисковать сильно. Не забрали, не забрали. Фиг с ним. Крипы вот здесь вот немножко подвлочили. Ну, как немножко. Все три крипа передо мной прям встали. Нормально. Классика, в принципе. Это классика. Все, дальше в стики. Возьмем стики. Почему стики? Потому что очень много он тут кастует магии. Он постоянно накидывает этих змей. Нужно это как-то перебивать. Перебивать эту тему. Сейчас 460 золота наколотим. Вот эти два крипа этих. И будет у нас все отлично. По крипстату все найсово. По крипстату найсово. Оп. Вот так вот берем. 265 надо. Ой, 465. Можно подойти, одну тычку дать. И убежать. Хорошо. Есть. Отлично. Раз добили. Два добили. Еще раз стрейфанемся. Тычкуем. Хорошо. Оп. Немножко начинает наглеть, да? Чувствуете, да? Змейки прапываются. Начинает чуть-чуть наглеть. Но мы сейчас можем с ультом его убить. Сейчас он подойдет. Он будет сейчас все сильнее и сильнее наглеть. Сильнее, сильнее. Мы главное шишку закидываем и все. Этот ходит. Давайте кинем все корни. Погнали, чуть побьем. Можно ультануть. Давайте попробуем. Два. Три. Хорошо. Попробуем с ультом забрать. Забрали. Но Виномансер, если честно, как-то не сильно он опытно что-то делает как-то, да? И поэтому просаживается. Давайте, наверное, все-таки возьмем Боттл. Сори, Буттл не узнал. Делаем, да? Правильно? Сору Буттл не узнал. По-моему, даже неплохо зайдет. Возьму корешки. Еще раз сейчас прокачаем корни. Тройку. Кинуть шишку. Хорошо. И регенимся. Найс. Сейчас можно будет вообще нагло работать прям под табурами. Но как под табурами? Не под крипами, желательно. Аккуратненько. И все, и фармим. И фармим. Поэтому на низу, если нужна будет помощь, я подкину пацанам. Вот такую вещь. Все, парень довольный, наверное, будет. Команде, не забывайте иногда помогать. Если вы стоите на меду, то это может очень многое поменять. Потому что когда способность раскачана, тройка, то очень много можно захиливать. Ребята, конечно, там бычат жестко. Не забывайте, что вам тоже на меду что-то нужно делать. Поэтому сильно на команду не отыгрывайте. Потому что вы можете в меду, тем самым, просесть очень сильно. То есть вы вроде рассчитываете, да, на что-то там образно. Себе нужно, да, кнопочку какую-то закинуть. А вы, опа, корни на низ отдали, да? И все, уже вы в не очень выгодной ситуации. Так, Виномансер, ты куда, дядь? Я за тобой. Я за тобой. Давай, 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 щеми его. Вот этого. Змея. Змея, щеми этого. Пук, бро. Пук можно кинуть. Хорош пойдет. Затушили. Затушили. Сейчас корни будут, пацану дам. Чтобы он отрегенился чуть-чуть. Оп. Хорошо. 200 хп спокойно корешки зарегенивают в пассиве. Это очень много на самом деле. Вы пока накинуты под корнями, да? То есть это только 200 хп с этих корней. Потому что 13 хп регенерация. Плюс не забывайте про родной еще хп реген. Это очень-очень большое восстановление здоровья. Реально очень большое. Также еще, если товара у вас проседают, тоже не забывайте немножко товара там подхилить. Тоже товара подхилить там. Почему нет? Да, он меня товар убьет, а мне пофиг. Я беру корни себе кидаю, шишку кинул. Шишку скушал и пошло. Нормально. Так, на топе суета. Я, помажи, не буду делать. Ребята, оттучат там. Так, а он, в принципе, сейчас, думаю, будет возвращаться и можно будет накинуть, да? Пойдет он обратно? Или нет? О, идет. Хорошо. Здравствуйте. Я из команды Руф Треллендов. Оп, хорошо. Так, и инвизик возьмем. О, так можно подраться еще. Сделать вид, что я дурачок. Оп. В инвиз ушли. Оп. Накинули. Смотри, стендри поставил, походу. А, нет, тавр достал я сюда. Лол. Большое полено исчезло просто. Куда он делся? Прикинь, такое огромное-огромное дерево. В лесу, которое ходит, бьет с руки. Типа, куда он делся? Странно, странно. Так, ну Джаггер пришел, попытался меня забрать. Ничего не удалось, конечно же, у него. О, пугна еще пришла. Не надо, дядя. Пожалуйста. Ах ты. Смотри, сосет. Сосет. Не надо сосать. Оставь меня в покое. Сейчас шишку в крипа кинем. Пусть порегинемся чуть-чуть. Поняли, как это делается, пацаны? Это страшно, на самом деле. Так, ну пока что начало нормальное. Почуть работаем. Рунок нет. Фармим. Полторы тысячи есть. Можно не отрываясь просто, как говорится, от ботвы, да, фармить. Но я пытаюсь еще что-то подгангивать, поэтому крипстат. 53 крипа в начальной стадии мы должны сделать. Но у нас всего 48, да? 48. Давай вот так вот. Ну не могу бить, к сожалению. Не могу бить, я стою в дикой эпифае. Ну все, потратил всю ману, все хп, пушь забрал прожочек. С одной стороны это хорошо, да? Ой, я не успел, брат. Не успел. Ну там эхо слэм, эхо слэм бы смягчил. Смягчил бы чуть-чуть. Хорошо. Так, 53 крипа есть. Погнали сюда. Тэшку надо будет тоже похилить. Делаем. Закидываем. Руты. И юзаем, конечно же, юзаем глиф. Потому что у глифа приоритет выше намного и ливинг армор не собьется у нас. Говорю, юзаем руты. Ну почти руты, да, вы поняли. Корешки на тавр. И тавр спокойно регенится. Бугна пришел моросить. Да, хорош. Не дает мне вообще, да, фармить? Специально не подпускает крипа. Пойдет. Руны тут, естественно, нету. Пуш забирается. Ну на топе тавру, походу. Тут гейм выплэйт, как говорится, тавру. Хорошо. Да, тавру я там не спасу. Сколько бы я ни кидал по кд. Когда много крипов, нет смысла вообще в принципе ливинг армор. Ливинг армор кидать на тавр, потому что крипа очень быстро его сбивают. Да, хорош ты, е-мое. Достал уже. Какой неприятный чел на фугне. Зато как приятно его лупить с руки-то. Вот прикиньте, стоял парень, сосал, сосал. В итоге высосал. Бывает. Бывает. В жизни огорчение. И что страшного? Ребята на топе что-то дерутся и дерутся. Давайте, наверное, сейчас бросим мид. Пойдем сбегаем на топчик. Погнали. Я Б и помогу вам. Тепка. Лучше там работает. Нормально, интересная катка, походу, будет. Все лайн. Ой, какое ТП ты даешь, дядя. Забавная фигня. Забавная фигня. Так, пуш у нас нападает. Ну, лоу хп у него, да? Ну, кину ливинг армор, брат, чуть-чуть. Чуть-чуть, Тивен. Кину ливинг армор, если чуть-чуть поможет. Хотя бы чуть-чуть смягчило. Вот. Ну, это все. Это максимум, сколько я смог смягчить ему. Помочь. Так, делаем ТП. Сразу заходим в инвиз. И идем тушить. Сразу. Ну-ка, 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 ну-ка. Погнали. Погнали. Кто у нас тут есть? Ну-ка, покажись. Если честно, походу, я вообще не в тему пришел, да? А можно тут забрать вот эту контору и отойти на лайн. Надо немножко раньше идти было. У меня не было ресурса, чтобы драться. Не было ресурса. Хорошо. 3200 есть, ребятки. Ну, где-то примерно на 14 возьмем хотя бы сакры, да? Поздноватый немного тайминг. Ну, я тоже оторвался от линии. Можно фармить тупо, да? Не помогая команде. И вот я сейчас чем хуже себе сделал? Тем, что вот вроде попытался помочь команде, но никак вообще ей не помог в целом. И я прогулял время. Минуту, да, я прогулял. То есть, а я мог фармить крипов всю эту минуту. Вот в этом-то и смысл. Когда ты АФК фармишь и... Когда ты помогаешь команде, но безуспешно. Поэтому и тайминги иногда схромают. Оп. Делаем вот так вот. Найс. Рудги, если хукаешь, брат, да вообще без Б убиваем. Хорошо. Регенимся чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас могли бы фиссурой закрыть. Страшно. Вард, кстати, стоит, походу, да? О, пугна. О. Ого-го. Вот так делаю. Глобалка поздновато, да? Поздновато глобалка произошла у нас. Жесть, они так агрессивненько играют тут. Сало пришел. У меня, если честно, маны совсем нету. Маны совсем нету. Так, сделаем. И ЕСа, может, и потеряем. Нормально. Переворачиваем ситуацию. Хорошо. А я дальше пойду. Да нет, надо тут, походу, принимать, да? Хилл закинул. Оп, хорош. И джагу давай, джагу, брат. Давай, давай. И джагу туда же. Я застилю. Хорош. Прям почти на ставочку. Доблкил сделал. Красава, бро. Да? Ну ладно, не красава. Ну ладно. Забейте. Так, ну, Куру Магас. Почти есть Радиенс. С Радиенсом будем баловаться прям. Будем баловаться, ребят. Старого Руха собираем. Через Радиенс. Как помните, это было когда-то давно. В тысячи десятых годах. Если полено, значит Радиенс. И поехала. И поехала. Аккуратненько. Так, вижу уже в чатике. По-любому на премьере пишут, почему не хилишь товара. Ведь они знают, что можно хилить товара. И нужно напомнить Хинадису, что можно хилить товара. Поэтому давайте похилим, чтобы успокоить ожидания этих ребят. Чтобы успокоить эго этих ребят. Вот так вот выразимся. Почти есть Радик. Давайте, знаете, что сделаем. Вот так вот скинем. И погнали. Все, на базу отправляем. Руну тут я не буду брать. На базу ботал отправил. Сейчас приедет с Радиенсом уже. Тут пару крипчиков добьем. Оп. 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 Так, и нужно вот этих всех добивать, да? Два. Три. Есть. Хорошо. Манга не надо. Манга не работает, когда вот так передают. На Р передавайте, ребята. Учитесь. Так не работают. Так не работают они. Через контрол. Передавай. Так, на топе ЕС. Вот это мы сейчас побалуемся, если ЕС не уйдет. У нас инвиз прокачан. Нет, ЕС уходит. Тогда фармим. Что делать? Фарманем мы. Так, Радик есть. Все, можно пинать. Крипев. Хорошо. Быстренько эту пачку. Отзониваем. Это типа получается, ну, вообще классический билд, да? Ну, типа керри билд получается, правильно? Классический билд. Я называю это просто классический билд. Почему? Ну, потому что это классика, ребят. Классика. Руфрадиенс это классика. Руфрадиенс это классика. О. Руфрадиенс это классика. Вот она классика, смотрите. Помните, как в старый добрый. Вы вот так вот бегаете и делаете вещи. Просто. И парень не знает, что делать. О, а тут дерево вылазит и убивает. Вот просто классика. Это классика, ребят. Так, ливинг армор. Го, тп. Тефицем. Ребята ломают. Жестки. Давайте вот тут сломаем. И выхилием тавер на фул. Ух, блин. Жестко. Все. Эту палку я сломал. Есть. И тавер. Выхиливаем, ребят. Очень много маны не хватает мне. Давайте вот так вот сделаем. О, найс. Еще мана будет. Маны не хватает. Мы пока фармим. И играем на телепортах. Прикольно, что ливинг армор идет на секунду больше, да? КДшки. 15 идет, 14 КДшки. То есть там одна секунда продолжает все равно хилить. Есть время перебафаться и постоянно бегать в этих арморах. Так, хорошо. Вот так сделали. Оп. Оп. Добиваю. Опять они от этого тавера никак не отойдут. Уходите оттуда. Ну-ка быстро. Погнали. Тушить. Го. Что за дела? Ух ты, смотри. Ля какой. Дай я тебе напехаю. Иди сюда, дядя. Вот так вот. Ух ты. Иди сюда. Даблкил делаю. Но я буду как мужчина драться тут. Тут вообще без вариантов. Как мужчина only. Ой-ой-ой. Дядя, и тебе тоже хочу. А я шишку главную кинуть хочу. Дай. Я шишку кинуть хочу. Я догоню его. Вы в курсе? Ух ты, смотри. Не попал, дядь. Не попал. Ой, путь тоже не попал. Это мой пожизненный фраг. Криса на путь же. И Криса. Ди-и-и. Дильджон. Дильджон, зачем так делаешь? Ох ты, дильджон. Пугна пришла. Жалко, нету ТП. На топчик. Да? Вот так стоите в радиансе и пилите. И дед всех добивает, да? Не, ну типа классика. Че там? Лечи, говорит. Лечи. Да-да-да. Да-да, сейчас полечим. Лечи. Кидает мне. Кидает мне. Лечи, говорит. Как скажешь, дядь. Как скажешь. У нас такие драки там за того раша. Ну его нафиг. Так, еще полечи. А то, что у меня 900 хп, это не лечи, да? А, ясно. Хорошо. Так, ну смотрите. Забираем тут крипчиков. Подпармим, подхилимся. Что next там собираем? Вообще собирали в старых билдах там тараску сразу, да? То есть. Ну, мы, конечно же, не гении. Вон, лечи. Че лечи? Надо ТП давать. Лечи, говорит. ТП, а маны? Да нет. Поттл даже не выручает. Вода совсем не утоляет жажду. Я ее однажды попробовал, да? Как говорится. Дагерочек сделаем. С дагерочком можно максимально быстренько убивать всех. Давайте. Два манга еще, дагерочек. Хорошо, и на низ пойдем делать на вставочку. На вставочку. Отпиваем полностью боттл. А вот это, наверное, на базу оставим. Так. Вот так вот делаю, да? Хорошо. Еще лечи. Побежали. Побежали. Ищем. Ищем, ребятки. Опа, нашел. Нашел, пацана. Блочим. Блочим. Специально блочим, чтобы он не понимал, где я. Хотя он по-любому уже понимает, где я. Еще одна шишка будет у нас. Хорошо. Бедный ЕС. Еще кого-то сейчас можно, по идее, тут найти, я думаю. Хотя, походу, тут никого не будет, да? Калтешку. И лечи, лечи, надо делать. Что-то на маны постоянно нужно этому руфу. Что-то это может зависеть от игрового процесса. А именно, что может зависеть от игрового процесса, да? То, что вы можете там образно, там, против легиона играть, да? Там дуэлька. Да, дуэльку законтрить. С помощью линки. Вот. И как бы линку можно собирать. Так, 2-100 золота. Хорошо. 2-100. 2-100. Так, 17-й левел сюда. А эти тут хил накинем, будем файтить. Крипчиков. Fight me. А, вот там фолл хп. Почти. Винамунгер. Винамунгера. С радиенса пилим. Хорошо. Блин, забавно, если честно. Тут и команда прикольная у меня. Тоже ребята что-то делают. Дайте мне, плиз. Спасибо. Мне на рун. Как бы руну надо. Погнали. И тут у нас что получается? Даст и есть. Ага. Даст и есть. Иногда прочекивайте тоже, да? Если там какие-то. Даст и не даст, чтобы не умереть. Можно сделать молнию теперь. Тоже будет неплохо. Молнию. А лучше давайте скайди сделаем. Скайди. Скайди сделаем. У нас как раз орба в курочке лежит. Ждем даггер. Идем с даггером. Поясняю почему. Вот именно поэтому и нужно ждать даггер. Но тут придется походу. Походу либо фидить. Либо. Либо драться. И драться можно. И фидить в принципе. Ой. Это очень больно. Очень больно. Дядь. Ну не надо. Тут радиком достану. Хорошо. Показываю фишки его доты. Оп. Ударяет. Блинкуемся. Хорошо. Наша полена. Самая грозная на районе. Самая грозная на районе. Так. Ну почти. 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 Ребята там начинают кикать. Вот зачем кикать я не понимаю. Зачем кикать. И надо кикать. Вот. Кстати. Вот это осложнило игровой процесс. На гайдах. Тем что ребята начинают кикать. В случае чего-то непонятки какой-то. Да. Не все же сильно умеют играть. Да. Но мы доминируем сильно. Доминируем сильно. Кикнули. А не пугнули. Так. Ладно. Но будем добивать этот керри билд. Выразимся так. Выразимся так. Рэмпейджа тут уже точно не будет. Хиль. Так. Ну там выхилил. Давайте себя похилим. Пора бы уже. Если здесь нету даггера. А то будет больно. И топ наверное пойдем. О. Тесура вменяет. Радует. Все равно меня это радует. Успел откайтить. Хорошо. Я помогу. Я помогу. Не ссы. Не переживай. Не бойся. Не ссы. Не переживай. Не бойся. Ладно. Заходим в инвиз. Уходим. Мне кажется надо бежать и тут. Ты блин. Даггер постоянно сбиваются. А можно было помочь да. Вич доктору тут в принципе. Как бы мне тут не свидеть еще. Оп. Хорошо. Как бы мне тут еще не свидеть. Дасты там второй раз дробь 0. Никого. Ладно. Так. Почти скадуй да. Чуть остается. Можно было Вич доктору там помочь рутнуть да. Но я что-то так далеко был. Отошел. Так уже позиционку потерял и все. Позиционку потерял. Так скади и можно молнию сделать. Вообще желательно начинать с молнии. Это и быстро фарм начинает вам давать там. Но я почему начинаю со скади. Потому что мне нужна мана. Я делаю очень много суеты и мана нужна. Хорошо. Обойдем вот так лучше в круг. Жесткая полена у нас получается. Так. Дастов нет да. Джаги тоже нет дастов. У него БФ есть. Хорошо что я не через этот пошел. Вот так делаем. Так это защитили. Защитили. Хорошо. Кто его сайленсер просто. Так вот так делаю да. Оп. Хорош. Оп. Ай не добил. Так скади имеем пацаны. Можно боттл продать. Тпшка скади. На базу слетаем. Ману все зарестарим. Ману зарестарим. Похилим как раз таки товара. Топ тавер жалко потеряли безвозвратно. Но ничего не поделать. Хорошо. Можно теперь знаете что делать. У вас есть инвиз да. Вы взяли там ударили с инвиза. Бахнули. Замедлили. Кинули еще шишку. И вообще жесть там страшное замедло будет. Просто страшнейшие. Хорошо. Все. Мана у нас бесконечная теперь. Пугну все равно кто-то выводит. А зачем докикали? Вот вопрос. Зачем кикать если все равно выводят? Я от этого не понимаю. Никогда не понимал. Чем. Погнали на топ. Там много фарма. Быстренько добежим. АМС высокий. Найс. Только надо было пацану кидать на воиде. Так. Не забрал я да? Плохо. Там тавер тоже фуловый уже. Че там продолжает драться да? Бежали. Поможи делать. Че как рампагу сделаем. Ремпейдж. Вот так. Даю тычку. Оп в инвиз опять. А. Найс. Ну и все. Рутим тогда. Не забываем себе бафать тройку. Потому что будет жестко. Тяжело. Так. Ну ты от меня не уйдешь. Кидаем шишку еще. Сто процентное замедло. Опа. Хорошо. Злое дерево вообще. Вышло с инвиза. Просто все поубивалось. Сейчас уже движется. Опасная тема. О. Винамунгер. Брат. Но это трипл килл. Ух ты. Смотри. 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 Обмануть пытается. Хе-хе. Не. Ну это на вставочку. Просто. Не удалось пацана. Хе-хе. Обмануть. Крутая тема. Да? Подпалил. Главное ауешечку. МХ еще. Странно если по МХ написали. Да? Прикольно замедло лютое. Войда отхилил просто почти на фул. Что там драка еще. Да? Вот так брат сделаю. Это жестко. Это жестко. Хорош. Бонник. Погиблый. Первый фф пишется. Так. 2600. Да. Пойдем молнию покупать сейчас наверное. Вот так. Вот так. Ну такой кстати прикольный руп активный получился. Прикольный активный рупчик. Мне нравится. Главное чтобы мне нравилось. Тогда вообще с удовольствием делаешь это. Вообще по кайфу. Если я одобряю то вообще к просмотру по кайфам. Просмотру по кайфам. Оп. Это у нас классический руп можно выразиться. Даже не знаю керри билд имеет смысл делать или нет. Потому что в классике прям вообще по кайфу. Инвиз нажали побежали. Но я думаю это не первая и не последняя игра с радиенсом на руфе. Потому что я люблю с радиенсом играть. Давайте вот так вот сделаем. Вот так вот. Хорошо. Так. Там я не заблочил. Хорошо. И здесь. Найс. Вот так вот делаем. Была бы апнутая молния. Можно было бы как массовик-затейник прыгать в толпу и тушить. Самое кайфовое если бы мне запулили, да, аганим. Ой. Какой же кайф. Когда пуля-то гоним. А че нажмете кто-нибудь там? Дастики. Дастики нажимают сразу на утек пацаны. Ууу. Там догерочком. Куда хотите. То есть желательно знаете подходите. Ага. Если дают даст и отпрыгиваете сразу резко. Все. Минус даст и просто пацанам. Можно так юзать кнопочки. Так. Пойдем к ребятам. Поможи делать. Карманы прошпионим сейчас. Опа. Там шпионит кто-то. Войда. Войда зашпионили. Опа. Бывает такое. Бывает. Вы вроде такие все контролите, да. Все у вас вроде под контролем. А на самом деле нет. На самом деле нет. Ой-ой-ой. Ну корни себе кинул. Бабакс. Это мой лес. Кстати. Это мой лес. Можно было кстати ультануть там. Можно было. Не спорю. Но нужно. Нужно ли это был? Вопрос другой. Можно. Но нужно ли? Если нужно, то ультанем. Не нужно. Не ультуем. Все. Все просто и понятно. Если они не сильно такие эти. Опа. Заметили. Вас заметили. Вас заметили. Он знаешь, такой подбежал. Сентрячок ткнул. Да, он подбежал, ткнул Сентряк и начал наутек сразу. Давай, бро, хукай. Хорош. Жесть. Что там? Джага на топе. Ну Джагу, кстати, убиваю. Я не дам ему телепортнуться просто. Так. Я слил себе кнопку. Не дам телепортнуться ему. Догоняю до конца. Ой-ой-ой. Крутится. Волчок. Я очень быстрый, дядь. Только вот у меня анимация. Очень. Очень такая. Не очень. Ой. Давай я выйду. Чтобы поделить дэмэдж. Хорошо. Крутится опять он. Ух ты. Блин. Вот этот парень на войде, конечно, сильный. Не зря я, как говорится, на керри собираюсь. Вот дает. Видели, что делает. Вообще мощный. Джагера вообще фулл хп убил. Так, давай я тебе поможу немножко. Войд с бфом, да? Блин. Я вернулся как будто в 2005 год какой-то. Бф и на войдах. Молнии. Бф и на джагерах. Блин, это круто на самом деле осознавать, что еще есть такие игроки, которые это собирают. Потому что это реально круто. Так, пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Резко, резко, резко. Там нужно уже суету наводить. Что за дела? Радиент включили. Всех победили. Вот так сделаем. Оп. Жалко, я не зацепил того. Но вот тут затушу. Я мистер нога. Мистер рука получается. Мистер нога хотел сказать. Мистер рука теперь получается. Опа, а тут кто у нас стоит? Пуганчик, цыганчик. Да я ему по голове дам. Эй. Мистер рука получилась. Так, и вот эту тему вот так вот так есть, да? Курук Магас. Ой-ой-ой. Это жестко. Давайте вот так вот так подстакиваем. Вот так вот. Хорошо. Это сюда, это сюда. Это вот так. Найс. Все, заобузили. Мы молнии фуловые. Можно в девятерых прыгать. О, я думал сейчас ману подстоять, пообузить тут. Оказывается, не надо. Есть регенерация здесь у нас в студии. Регенерация собственной персоной. Можно один на девять прыгнуть. Так, у нас лас-лот терраса, конечно же, остается. Что у нас еще делать? Что нам еще нужно делать? Терраса, лас-лот. Терраса, лас-лот. Тебе, блин. Ничего себе, войд пугает, да? Пугач на войде. Погой на топ. Пойду на топе фарманов. Тыньк, тыньк, тыньк. Хорошо. Получился классический у нас. Рубчик. О! Вертолет собью сейчас руками своими. Просто. Крушение невозможное произошло. Невосполнимая потеря. Курьера потеряли, пацаны. Так, ну а там джаггернаут внизу. Фармьюит, да? Можно пробежаться. Сейчас мы тут пробежим аккуратненько. Вот так вот. Оп-оп-оп. Как крыса, да? Давайте всю команду забафаем. Тактика называется... Галактика. Невидимая пуджи. Пугна. Вард этот ставят пугной. Ой, зачем выводить его, да? Оп, хорошо. Так, пойду к джаггеру наведаюсь, наверное. Побежали. Там на топе джаггернаут. У него манта, кстати, руты скинет сразу же. Комфортно будет. Ребята хг собрали заходить. Джага там уже побежал на телепорты. Вот сюда, надеюсь, успеем. Если что, ультанем. А он, наверное, телепорт взял и просто пешком побежал дальше пушить. Или нет? Или я... А, да-да-да, так и есть. Ну, все, тогда кайфуем. Прыгаем, нажимаем, деремся. Уничтожаем. Джаггернаут. Опа, хорош. Бедолага. Прикиньте, дерево с леса вышло и убило ниндзю. Это бывает в жизни огорчение, конечно. Сейчас соберем керасу. Так, ребята, продолжают драться на войду. Нападение, ЕС выхукивает у нас Ершбруйкер. Оставится купол. Земля вообще, она замедлена там полностью. Она остановилась просто при виде этого купола. Ужастик прям смотрим мы какой-то. Хорошо, покупаем гипперстоун. Курумагаз. На топе крипчиков уничтожаем. И можно пойти хг. Первый комментарий на 35-й минуте написали, пацаны. Хг хукает. Блин, прикиньте, пудж какой. МХ-шник. Хайграунд хукает еще. Так, вот это он, пацан, давайте похилим попу. Побьем немного своего собрата. Злое полено пришло, 160 урона. Так, отойти. Жесткая тема. Почти кераса имеется у нас. Надо, чтобы моей команде чапалаху дали. Давайте отойдем, пусть моя команда сфиданет разочек. Я пока керасу пойду добью. У меня там в куре столько расходников. Ну, сейчас все это заюзаем вообще. Быстренько форманем. Можно Рошана пойти газануть. Ну, типа, лучше кераса добить и все. 1300 надо. Джага против Войда. Войт против Джаггера. Крутится, крутится. Лучше бы Манту создал просто и билдер. Ульт есть, интересно, у Джагги? Есть ульт, но тогда умирает парень на Войде. А я просто смотрю, попкорн кушаю, короче. Хотя могу Ливинг Армор закинуть. Поняли? Пацаны, вот оно что. Типичный тиммейт на Руфе. Я просто сижу, так попкорн достал. Ой-ой-ой. Вот это да, конечно. Тупо дефолтный Руф получился. Классический, опять-таки. Я же говорю, классический Руф. Вопросы, я на Руфе, да? Классический Руф. Так, есть. Добиваем Лас-Лот, керасочку сюда. Керасочку добиваем и пойдет. Руф у нас через мид, ребятки. Напоминаю, next будет Руф у нас, скорее всего. Это, типа, четвертая позиция через Аганимы. Может, даже через мид пойдем, не знаю. Но четверку по-любому надо отыграть. Поэтому next-овую катку, скорее всего. Если мидера не будет, сыграем четверочку. Будет все по кайфам. Хорошо, кераса имеется. Кераса мы собрали. Погнали. Бери, тренд. Некуда. Так, хорошо. Подобузили. Опа, есть. Не забывайте, ребятки, подписываться на канал, чтобы не пропускать гайды. Гайдов, кстати, на канале очень много. Гайд на каждого героя у нас уже есть. Поэтому заходите, смотрите. Гайды я все равно сейчас какие-то выпускаю. Ну, как какие. Я перезаписываю старые гайды, которые там менее информативные. Без автория героя там, знаете. Когда там еще, как говорится, речь не состоялась у нас. Вот это вот. То есть, когда вот такое. Да, поняли? Да, хорошо. Вот. И, короче, можете заходить, смотреть. Без вопросов на каждого героя есть. Не забывайте поставить лайк на видос за старание хотя бы. Гайд очень много занимает времени на создание. Поэтому, ребят, не ленитесь. Кому не впадло, ткните лайк. Подпишитесь на канал и двигаемся дальше. Погнали. Как вот этот рув, будем двигаться. Просто нажимаем и забегаем. Погнали, погнали. В наглую, в наглую пуш на хосте бежит. Кстати, пуш видели? Кримсон апнул. Кто мне говорил на стриме, что Кримсон никто никогда не апает? Осуждаю. Все там апают. Все там апают. С даггером, кстати, офигенно. Можно не нарушать дистанцию деревьев. Как вы видите. О, привет. Да, я тебе. Чпонь. Ну, там жесть, там тычка лютая. Интересно, Руфа попытаются толпой тушить тут? О, хорош. Я иду, иду, дядя. Я иду, дядя. Не могу блинкануться. Так, смогу? Не смогу. Ты, блин. Ну, не могу блинкануться. Яды эти висят. Яды виномансеров. Так, сделаем. Яды виномансеров невозможно. Как-то блинкануться. Там внизу парень работает. Пойдем, поможи делать. Килочку. Опача. Не то ше. Так. Ой, хорош. Что, что такое, ребята? Вот это сюда. Раз. Два. Три. Ну, давай. Четыре. И вот это вот туда же. Не дай ее вот засраниться. Она хоть же. Не дает мне триплкиллы делать хотя бы. Так, хорошо. Не зашли мы таки, затушили. Давайте похилимся. Чуть шишку в крипа закинул. Стоим, кайфуем. КП пополняется. Пойдем, мид. Возьмем, наверное, себе буншард. И все, уже на этом закончим эту катку. Ну, прикольно получилось. Классические темы мы поделали. Побегали в инвизике, позапилили. Подобивали ярдшейкеров. Парнишка, наверное, шокирован от такого билда. Ну, в принципе, бывает, бывает. И next мы пойдем. Раз. Два. Три. Оп. ТП. Как я там на гайде говорил? Просто убиваюсь с руки. Ничего делать не нужно, да? Мы герой такой. Можете так собирать. Можете на саппорта. На саппорта, конечно, круче. Так, вот эту тему дропаем. Так, эту тему дропаем. Эту тему. Вот так, вот так. Муншард имеем, пацаны. Вот он, муншард у нас есть. Все, запаковались. Побежали. Что там у нас стик остался? Вложись сюда. Сейчас нужно побить с этой скорости атаки прям по-страшному. По-страшному прям. Наглую прыгаем и тушим. Тушу. Магию нажал. Ах ты, купол ставит меня. Ой, как хорошо забрал я смолнии. Неожиданно и приятно. О, еще забрал. Что? Чего? Зачем? Почему? Ест сейчас как прыгнет, пацаны. Вот эту пачку. Опасная вещь. Так, ну что ж. Получается у нас первая катка классического руха закончилась, ребятки. В целом, ну, прикольно получилось. Задушили. Интересно. Жалко, пугну кикнул кто-то. Вот зачем? Нафига кикать, да? Было бы намного интереснее. В целом, катка прикольная. Пойдем теперь, наверное, поиграем в четверки. Сейчас мы сыграли классику. Если хотите, собирайтесь так. Если вам другой геймплей интересен, то вам на next-овую игру, на вот next-овый, вот этот видос, который сейчас будет. Поехали, посмотрим, что я там придумал. Ой-ой-ой. Так, загружается у нас next-овый, ребятки, катка. Что нам сейчас будет интересно делать, я не знаю. Будем что-нибудь доделать. Так, хорошо. Смотрите, в общем, что сейчас по плану? Нужно заставить всю карту вардиками. И, конечно же, я покажу, куда желательно ставить, какие у нас есть имба-деревья, чтобы специально заставлять лес, как бы, ну, завуалированно. Что-то вроде там что-то стоит, да? Мы видим, что у нас стоит. А оппоненты не будут видеть, что там что-то стоит. Ведь глазочки же сами видны, да? Правильно? Правильно. И, как бы, ну, сейчас подработаем аккуратненько, покажу все, как надо. И посмотрим, получится у нас что-нибудь или нет. Давайте сейчас подождем. Ребятки попикают. И мы тоже попикаем. И посмотрим, что у нас получится. Так, берут тини сразу. Тини взяли, да? Очень интересно. Задроты на тиниках. Не знаю, почему не банят такую тему. Не банят такую тему. Странно. Очень странно, почему не банят такую тему. Если у нас ребята хорошенькие в команде будут, то можно будет прям вообще кайфануть в этой катке. О, фурионы взяли. Нормально, нормально. Мидеры есть. Посмотрим, как мы сейчас пойдем. Вообще желательно сыграть в четверки. Но если не будет игроков, которые позволят сыграть в четверки, желательно идти тогда на центральный проход. Чтобы можно было как-то давать отпор какой-то. Спросим у ребят, есть мидеры или нет. Если что, сами встанем. Сами, если что, встанем. Оп. Вот так вот. Ну, пойдет вроде бы поинтереснее тоже. Вот где-то. Пинники пуджи. Можеб я пойду. Можеб. Че? Можеб. Можеб. Мягкий знак B. Я могу пойти. Если. Если что. Да, наверное, я пойду. Смысл. Сразу выформим аганим. Фазы аганим. Потлик. Все как надо. Все как надо. Вообще по кайфу будет. Так, ну у них серьезный гугобитие жоу. Никнэм там. О, лерик еще у нас. Мешок избиения. Дополнительный мешочек избиения. Все, мне так не нравится. Надо пониже. Во, вот так вот. Как-то попривычнее, да, ребят? Как-то попривычнее. Вот так вот. Хорошо. В общем, смотрите. По стратегии данной игре. Нужно как можно больше поставить наших глазиков. Вот этих, которые ставятся на деревья. В лесочек. И, конечно же, прям офигенную катку. Через актарин, рефреш там и аганим показать. Потому что очень хочется такую игру. Посмотрим, как в целом у нас все тут получится. Не получится. Мид у нас будет, скорее всего, против Тинника. Затариваемся. Опа, мне вардик даже купил, парень. В принципе, такого хватит. Закупочка пока. Огра там взяли. Огра очень плотный. Очень плотный огра у нас. Хорошо. Но у них пик покруче. Если там еще ребятки хорошие, то будет очень тяжело. Сейчас посмотрим, как катка пойдет. Если нужно будет тащить, попытаемся затащить. Будет все офигенски. Будет все офигенски. Поэтому пока подпотеем. Тинника на миду надо вынести. Он, в принципе, до третьего левела, до четвертого, до пятого левела Тинника можно в миду руфом убивать. Можно. Можно попробовать, по крайней мере. У нас очень много дэмэджа, а у Тинника очень мало армора. И у нас тоже очень мало армора. И у него, ну, как, относительно много дэмэджа. Не больше, чем у меня дэмэджа. У меня дэмэджа очень много. У руфа очень большой дэмэдж. Нету героя, у которого больше было бы на первом левеле дэмэджа, чем у руфа. Именно вот этого родного. Не считайте Рублейда там в метаморфозе, да? Но там уже со способностью. Так что то уже не в счет. Так, смотрим, кто у нас тут есть. А, Рудгет там стоит. Хорошо. Деремся, как мужчины. С мужчиной. Хорошо. Так, помощи, естественно, мне не будет тут, да? Что у него прокачано, интересно? Там хук, ясно. Ну, хорошо, все. Все, 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 успокойся, успокойся. Так, берем. Ага, не берем. Куры нет, да? Куры нет. Фугна тоже медь пришел? Что-то как-то так. Оп, хорошо. Фугна на миду, походу, будет, да? Тогда, наверное, мид оставим. Мид оставим. Сейчас посмотрим, если фугна не уйдет. Остаемся. Идем на низ туда. Мид хочешь? Молча просто встал. Я пойду на низ туда. Все, оставляем мид. Я, в принципе, так и хотел. Возьмем куру. Хорошо. И вот эту вот тему. И вот так вот. Все. Отдаем ребятам всю куру, потому что будем с саппортом. Типа, типа саппортом. И погнали. Лагаю только. Тогда, тогда я бы встану, раз лагаешь. Вот это вот не очень люблю. Типа, знаешь, парень, типа, идет, типа, мид молча становится, да, пишет, ну, я лагаю, типа. Блин, это же фиг получится, да, у него так мид у Тинника выиграть. А я бы Тинника там прессинганул. Так, ну тут на этой линии мы в любом случае будем фармить. Тут это вообще не котируется никак. 100% фармим. Делаем себе аркану. Из арканы потом октарины. И колотим крипчиков. Просто колотим крипчиков. Если что, по угне, просто третьим спеллом будем помогать. Так как у нас персонаж, типа, сейчас четверка. Куру я взял. Все, эту ответственность я с себя уже снял. Курьера мы уже, как говорится, поимели. Заимели. Емеля. Просто уже, в конце концов. Так, есть. И у нас тут есть еще вот этот гугабути какой-то. Гугабути, иди отсюда. И я тут силный. Сбилный. Добили? Не добили. Дебилы, получается. Можно взять арбу. Гонять на лайне, пацанов. Ой, на топе надо было давать, да, корни? Извините, я тут ласт хитом занимаюсь. Давайте лучше сапог возьмем, боже. Потом, если что, возьмем. Другую кнопку. Возьмем сапог, чтобы можно было руну прочекивать. У нас тут такой твинхэд. Твинхэд, кстати, через тройку. Так, возьмем тройку. Тройку, чтобы подсейвливать кого-то, потому что мы четверка. Что несет этот дебил? Тройка, четверка, у ТХД тройка? Что вообще? Кто что понимает? Вообще, что я говорю? Некоторые люди не заходят и не понимают, что тут происходит вообще в целом. Так, ну, Тинни ушел на низ. На руну я уже не пойду. Время я тратить не буду, потому что я только взял сапог. Без сапога очень тяжело туда долго идти, так. Знаете, а я могу просто фармить. Вот каждого грибочка добивать. Там, знаете, все прекрасно, все хорошо будет. И колотим по чуть. Ух ты, какой пуш. А давай мы его сейчас жахнем. Давай, давай, дядя. А, он там с улицы долбителей, да? А, вон оно что, там 100 негианты пришли. Я понял. Давай, поджигай его. Ух, какой. Пуш, кстати, креативный. Вам понравилось? Мне очень понравилось в данной ситуации. Гоу. Что-то мы можем его поубивать нафиг тут. Очень креативный сделал, да, парень? Так, Твинхайд нервничает. Видно, нервничает немножко. Давай вот этого пацана. Ну, я должен добивать его тут. У меня эмэса очень много. Хорошо. Эмэса очень много. Ух ты, смотри, отразил. Попадание. Попадаю. Попадаю. Попадаю, дядя. Еще попал. Еще раз даю. И юзаем. Тычку. Все, по идее он умирает. Умирает, умирает, умирает. Еще тиг будет. Хорошо. Килимся. Живем. Шишку кидай. Килимся, живем. Шишку кидай. Есть. Отлично. Переигранно. 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 Хорошо. Сейчас аркану сделаем уже. Она у нас, в принципе, есть уже аркана. Просто сейчас нужно вот тут дофармить. Все, и погнали. Арканчик есть. Можно поесть. Погнали. Забираем аркану. Вообще, можно еще юл сделать. Очень быстро будем бегать. Вот так делаю. Ману. Ману там не нужна, Твинхед. Все, пармим, аганим. Так как у нас Твинхед, мы вообще можем пушить. Можем сделать базилку. А базилка-то есть у Твинхеда. Он ее, в принципе, не выключает. Но я взял... На самом деле, можно было и через Солринг. Да, образно сыграть. Нифига там. Пугна овнет. Мучачер. Держи, мучача. Так, хорошо. Мучачер какой-то у нас. Ладно, я, если что, чуть-чуть позже, может быть, возьму. Как сейчас фарм пойдет? Если фарм пойдет менее хорошо, берем юл. Если фарм идет очень хорошо, берем, аганим сразу. Понаглую. Понаглую. Надо по карте чаще следить. Когда у нас все будет огонь. Следить по карте нужно чаще. На топе сколько у кого хп. У этого пацана сколько хп. Ему будем кидать пока. Мана у нас, в принципе, бесконечная сейчас с Арканой. На четверке, ребятки, играем все-таки. Устоялось. Но с темой, я думал, опять классическая. Тема будет. Классика тут, знаете. Вот опять убили этого Леорика. Бедолагу пинают. Ну, как я говорил, мешочек избиения будет. Ничего страшного. Пусть фидит на здоровье. Пусть на здоровье пусть фидит. Господи. Вот это добить хочу. Главное, нахуй не попасться. А там пофиг. Пару тычек дереву. Дерево даст. Дерево даст. Пару тычек дереву. Ничего не произойдет плохого. Сейчас шестой левел уже будет. Можно будет и пуджа за тавр зайти убить. О, лесной болван. Казанова лесной пришел. Лесной Казанова. Хорошо. Ух ты, дядя. Ну, будем драться. Давай, корешки еще даю тебе, брат. Давай, давай. Туши его. Пучку даешь, я добиваю. Вот так, вот так и работаем. На вставочку. Ух ты, куда, дядя. Сейчас шичку даю, брат. Ему тоже давай. Лицо ломать. Добиваем. Ой-ой-ой. Ну, серьезно, серьезно просто. Невозможно. Жестко как-то получается у нас. Очень опасный. Руф получился. Опасный. Очень опасный Руф. Так, задувочки пошли от Тринхеда. Ну, нам нужно фармить. Дядь, ну очень опасно подходишь. Оп. Да что ж такое-то? С Тринхедом у нас тут вообще сыгровочка максимально лютая. Но это фастовый Аганим будет, ребят, походу. Чем раньше Аганим сделаю, тем лучше. Две тысячи уже есть. Можно сделать Юл, да? Быстро передвигаться, быстро тушить. Ну, а я думаю, лучше Аганим уже сделаем. Уже две тысячи, считай, сейчас Тавр заберем еще. Кату забираем, Тавр забираем. Опа! Смотри-ка, как поднасрали, да? А я заберу, да? Оп. Четненько. Две 500 золотых. Две 500 золотых. А можно фастовый Радиенс выйти, между прочим. Тоже как вариант. Давайте сейчас посмотрим. Просто с Радиенсом я быстрее выформлю, еще быстрее выформлю Аганим. С Радиенсом будет намного лучше. В этом смысл. То есть можно и так сделать, как бы. Так, что там по Таврамам? Дэмэдж по Тавру, что там? Ой, дядя, я помогу тебе чуть-чуть. Хватит фидить на Леварике уже. Мы-то два пойдем с Твингхэндом тушить. Пусть 3000 есть. Наверное, все-таки выйдем в Радиенс, ребятки. Опа. Сзади. Парадная составляющая. Давай, брат, даю кнопку. Хилл пошел. Бей, 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 бей. Тебя никто никогда не пробьет. Вообще ничего не бойся, когда на тебе Левинг Армор. Ребята, вот смотрите и учитесь. Никогда не бойся. Никогда ничего не бойся. Да кого ж ты задуваешь-то? Ой, Твинхэд, Твинхэдович Твинхэдов. Рак. Да, Твинхэд что-то? Перепутав немножко. Дядь, ну я тебя догоню. Ой, момчик нажал. А я шишку в него засуну сейчас, в этого пустотелого. Оп, шишку засунул. Шишку в Войда запихнул. Вы не видели? Я в шоке вообще. Это жестко. Что-то нереальное. Что с этим Твинхэдом делать, я не понимаю. Он с Твинхэдом нормально тут внизу. Затушили Тэшки. Врагов затушили, Тэшки затушили. Хилить я его не хочу. Маны нет. Но вы держитесь. Так, 3-300, да, значит? Радиенс. Классического Руфа. Через 4, да? Радиенс. И сделаем и гоним. Пока не тратим ману. Все, у нас есть. Так, вот манку туда еще. Хорошо. Ух ты, Балина. Ладно, похилим. Пора его похилить немножко. А то плакать будет. Почему меня не захилил, говорить будет. Сейчас уже Тэшка упадет. Так, один крипчик, в принципе, и будет у нас счастье. Дядь, не нот, пожалуй. Ух ты. Найс. Что это такое? Пацаны, что за рассинхронно? Дисинки у них срабатывают такие. Так, ну что. В этой катке у нас, в принципе, быстренько сейчас появится Радик, да? Традиенция. Еще быстрее появится у нас кнопочка. Ой-ой-ой. Тут будем сейчас бегать. Влево-вправо. Между прочим. Оп-оп-оп. Вот так, вот так, вот так. Я просто пацанов запутал. Они не знают, что делать. С этой бедой. Вискет Суск. И этого добиваю. Да что ж такое-то? Что за полено? Кто выпустил это дерево отсюда? Зачем его, блин, сюда привезли? Хорошо. Так, Радик почти есть. Вот это что за фигня, я вообще не представляю. Что это такое? С чем это есть? Так, Радик добиваем, пармим лес, делаем аганим и заполняем всю карту. Заполняем всю карту. Так, почему Хиен не хилит Тавра? Как обычно, стандартный вопрос от подписчиков. Почему Хиен Тавра не хилишь? Ой-ой-ой, но я, поможи, не буду делать там. Поможи, я там делать не буду. Спасибо за Рьюзы. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за Рьюзы. Оп. Хорошо, ферма пошла. Ребятки, засекайте, 12-ая минута. Где-то примерно к 15-й должен быть Радиенс. Ой, Радиенс, ну мы поняли, что должно быть. Где-то примерно к 17-й даже должен быть аганим уже. Пока, аккуратненько подфармливаем. Вниз будем выходить, тут лесочек побьем, там лесочек побили. К 17-й аганим должен быть, засекайте. Ой-ой-ой, тушат, пацан. О, хорош. Ребята, что-то жесткие опять в команде. А если Твинхэйд будет мне тут пылесосить, то... Такое. Такое. О, быстренько аганим, я не сделаю. Быстренько аганим, не получится, да. Так, 700 золота имеем, первый стартовый, как говорится. Стартовое число. Хорошо, сейчас. Хуриончик где-то еще фармит, тут подхилить. Хорошо, мид, выбежим, быстренько. Крепчиков заберем. Оп, хорошо. Пацаны уже начинают там париться. Глаз нос, пишет он. А, понимаю. Че вы тут играете? Так, 1200, да? Ой-ой-ой. Нападение на дерево. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дай пресс-атак, брат. Нет. Сломали ей. А, он без пресс-атакы играет? Ничего себе на Леге. Лега, брат, два, качай. Это диспел плюс хил. Ты че? Вот дает, прикинь. Мог меня спасти, но у него он плюсы качает. Забавный парнишек. Ладно. Ну, аганим отсрочен. На определенное, неопределенное время. Определенных момент. Ой-ой-ой. Мани войды пытаются кикнуть. Вот зачем сделали, да, этот кик? Просто так же, дурачки им пользуются. Вот дали, да, человеку разумному что-то там, ну, нормально. Он это использует с умом. Дали обезьяне гранату. Что она будет делать? Правильно, она взорвется в первый же день. Вот это вот то самое именно то, о чем я говорю. Что в Айкапе сделали кик, и обезьяны начали друг друга кикать. Перестали эволюционировать они. И просто, как бы, ну, все. Ге-гей, гуд гейм. Все, пересталось работать по-нормальному. Вот так бывает в жизни, прикиньте, да? Так, пойдем, кстати. Можно Тинника классическим руфом убить. Классический руф здесь. Опа. Ля, какой стилер ты. Еще и крипов моих подметает. О, осуждаю тебя. МП. Что МП? Иди в задницу. МП, говорит. МП. Стилит у меня все. Так, фарми вид. Первый ингредиент мы гоним спустя 3 минуты, да? В таверне минуту просидел, можно сказать. 40 секунд. Ну, минута пока туда, пока сюда. Так, ну, тут доминируем опять, получается. Самая удобная тема, когда доминируете, да? Сейчас пару раз пацаны сфидят. Они немножко слотиков оденут. Начнется та самая интересная игра, которую мы все ждем. Это всегда так было. Пока фармим. Аганим должны уже нафармить. Радиенс поможет, аганим быстрее выфармить. И будем показывать имба. Стратегии. Киник пришел такой. Я хочу фармить. Я хочу фармить. И опять застилит, да? Ну, хорош, ребят. Зачем? Силите. Стиолите. Стиолят, пацаны. Не дают аганим сделать. Он же там умирает. Я не стилил, говорит. Ладно, пойдем еще. Лисочек. Он безбежаль. Найс. Неплохо, неплохо. Хорошо. Так, ладно, пусть будет. Он безбежаль. Так, ну-ка гоняем. Кричка в лесу называется ситуация. Так, иксовочка есть. 1800 остается. Что у нас, да? Ты что там спрятался? Я тебя вижу. Не прячься. Не прячься так сильно. Так, есть. Гоняем огров в лесу. Телочек не буду давать. Пусть пацаны подфидят. А то что вот это вот они? Стилят мои фраги. А я должен, ну, помажи, помажи бабушке делать. Нет. А кто-то дерево срубил. А, толстым дерево срубил. Так, подхожу. Тушу. Вот так делаю. Может меня на крипов откинуть и уйдет спокойно. Да, додумался. Молодец. Пойдет. Пойдет. Молодец. А мне главное золото. Золото, золото, золото. Попытка не пытка. Убили, не убили. Можно было, конечно, там влево-вправо помансить. Но еще я брал в расчет, что там по-любому где-то должен быть пуч. Пуч, кстати, примерно по таймингу и подошел. Я мог там еще и сфидить. Мог еще и сфидить. Поэтому аккуратненько лучше пойти пофармить. Целее будет, ребят. Сейчас аганим сделаем. Вообще будет кошерно. Уже аганим почти есть. 18-ая минута, да, видите? Уже, ну, все-таки к 20-ой где-то сделаем. Так, хорошо. Эй. Пастущ. Они уже сейчас начнут играть. Враги. Я вам отвечаю. Смотрите сейчас. Буквально не пройдет там и 5 минут они играть начнут. Потому что они сейчас там пару фрагов сделали. О, так мы же, блин, убиваем кого-то. Смотри, в поле он латфит крипчиков. Не стыдно? Прикинь, какое. Так, 400 золота до аганима. Эй-эй-эй. Это очень вкусно будет сейчас. Аганим, выходи. Так, выходи с инвизой, аруфчик. Погнали. Порванем тройку. Тройку кэмп. Так, двойку кэмп, окей. Двойку кэмп фармим. На топ-тп можно будет сделать, кстати. Еще вот это забираем, на топ-тп делаем и погнали. Что там, ребята, фидите? Давай, тебе дам хил таки, дам. Погнали. На топ все, аганим есть. Не, куру-куру-куру надо, ребят. Красавчики, пацаны. Не сдаются. Вот это вот самое нравится то, что. Как там, Огур заплакал, да. Все, фефея там. Не надо фефея, играйте, ребятки, до конца. Это же интересно. Дота, дота, это интересно. Так, есть аганим. 19-ая минута. Ребят, немного позже сделал, но тем не менее. У меня есть зато еще радиенс. Еще есть радиенс. Это очень хорошо. Опа, лего фидит. Фидид. Есть. Уже аганимчик имеется, сейчас начнем работать. То, что нужно. То, что нужно. Надо даже для профилактики, мне кажется, Чапалаху дать им. Аганимчик. Можно сразу в этот же кэмп первый аганимчик и запихнуть. Можно свой лес сначала завардить. Хотя лучше вражеский. Куда лучше будет? Вражеский лучше. Но мы пока здесь. Пока фармим. Аккуратненько. Там подвардим. Там прячем, ребятки, варды свои. Смотрите, как это делается. Примерно. Почему я беру топорик? Я беру топорик, чтобы зайти куда-то поглубже и поставить вот этот глазок где-то там, где не будет видно. Плюс еще у нас, не забывайте, что есть имба, имба деревья. Что называется у нас, что имеется у нас. Вот что вообще подразумевается, да, под этим, что имба дерево. Что это значит? Значит, дерево, которое не будет палить наш глазок. То есть, образно, вот как, вот там вот дерево, да, стоит, видите? Вот это, типа, будет имба дерево. Вот это будет имба дерево. То есть, тут будет менее заметно, да, что вы поставили сюда глазок. То есть, вроде как бы он есть, да, но как бы его тут вроде и нету. То есть, такие деревья, если находите, туда пихаете, и все будет огонек. То есть, вот здесь, где-то там, где-то прошли, оп, здесь вот поставили. То есть, вот это офигенная тема. Если вы это будете запоминать и ставить вот на таких деревьях, то это будет очень круто. Так, мне нужен телепорт Давайте возьмем вот такую вещь И мангусик возьмем еще Все, вот здесь оставим, я показываю просто Сейчас нужно показать вам имба деревья Оп, тоже видите, ну почти не видно Это такие деревья, вот у скоржей, да Ну у скоржей Очень на самом деле Легко увидеть эти деревья Потому что скоржи у них такая особая Можно сказать Особая текстура этих деревьев И поэтому эти глазочки Очень легко видно Очень легко видно Сейчас вам покажу деревья, которые не палятся за цинтов Их довольно-таки очень много Но все равно их нужно искать Тут нет времени нам заставлять, ребятки Поэтому надо подраться Поставить вот такие корешки Вот эту всю тему поставить Хорошо, просто так, просто так ткнул Пусть будет Не суть Я сейчас буду показывать имба деревья Имба дерева у нас есть вот здесь вот Очень удобная Очень кайфовая И тут сейчас вглубь будем ставить Тут также вот это дерево, по-моему, имбы Является Вот это имба дерево Вот это вот Сейчас я вот это дерево запихну Пофармлю и вернусь Поставлю в другое имба дерево Смотрите Вот вы ставите Почти не видно, да? Почти не видно Но есть деревья, которые максимально хорошо Маскируют вашу кнопку Максимально хорошо Сейчас я ей буду показывать Тот же Сейчас догерочек выформим Наверное Лучше сделать сразу Октарин Октарин Самое кайфовое имба дерево Это вот это И вот это дерево Показываю Ставлю сюда Сейчас так Мне нужно телепорты иметь Чтобы пофармливать Топ И можно еще Дефить Вот смотрите Я поставил Вообще нету ничего, да? То есть это самое кайфовое дерево Если вы играете против Руфа Конечно же в приоритете Срубите это дерево Но на стриме Мне не рубить эти деревья Я запрещаю Запрещаю вам это делать Так, хорошо Тут зафармим сейчас Оп Есть 16 левел Имеем Хорошо Ставим здесь Теперь Показываю Оп Оп Поставили Да, видите? Почти не видно Почти незаметно Самое вот это кайфовое дерево И по чуть-почуть Сейчас наставим По чуть-почуть Наставим Поставляем По чуть-почуть Вон тут уже Смотрите какой обзор У нас хороший Вообще желательно Все это тему делать Но я видите Я фармлю и попутно ставлю Желательно всю эту тему делать В инвизи Чтоб вас никто не запалил Чтоб Никто не попытался Вас там Затушить Вот дерево хорошее Тоже, но видно Видно Нужно искать дерево С высокой анимацией Е-е-е, смотри Какое дело Смотри, какое дело Так, вот этих пацанов Потушить надо Потушить надо Потушить надо Аккуратненько сюда Пройдем Давайте вот этот кемпик О, найс Ультуем Печкуем В инвизик И ушли Найс зафармили еще дополнительно Фармили дополнительно Так, брат Я тебе чуть-чуть помогу Чуть-чуть помогу Тут пробегу Тут позапиливаем Хорошо Эй, вот это нормальная тема Ух ты Я рядом с деревом же есть Нет, я очень далеко Но мне тут гг Надо драться Я не выживаю никак Ладно Блин, вот тут, да? Не хватило расстояния Вот если бы сюда зашел Ушел бы в инвизик Этот винхэт не сломает Нормально И вот так Почуть-почуть работаем Все заставляем Все будет так А, там сентри даже воткнули Вот оно еще Тинни погиб Просто погиб Так, винхэт там работает, да? Хорошо Что ж, попробуем давайте в Акторин выйти Отправим Куру Разберем сейчас Аркану У нас есть базилка С базилкой можно подрабатывать И дальше продолжаем Заварживать весь лес Вот здесь вот тоже Сейчас вот сюда куда-то поставим Либо вот в это дерево Тоже высокое такое дерево По Этому По верхушечке видно Так Вот это мне не надо Мне нужно вот это И вот это Ну 50 золота не хватает А базис сейчас разберем Скорее, если придется сейчас Что-то там выкинуть Либо стик Либо еще что-то И заварживаем всю карту Пока вот мы в таверне Время идет Это очень плохо для Руф Потому что Самый кайф это Когда вот Много времени, да? Много времени И можно спокойно все Заставлять этими Глазочками Это кайф Это кайф Так, ну Возможно базилку Придется выкинуть Да, давайте выкинем базилку Берем Пытали эти бустеры Я взял, да? Коин бустер Хорошо И можно делать телепорт На низ Вот здесь вот все разберем Здесь завардим И погнали Хорошо Я там поставил глазок И не будет сбивать Интересно или нет? Хорошо Так, ставим здесь Вот тут поставим Наверное Если что Вот тут прорубим Вот здесь еще ткнем Вообще желательно Все кемпы По два глазочка Ставить Это будет вообще идеально Вообще идеально По два глазочка Ставить и вообще Ничего не теряете По сути Пока они все это Раздевардят Так, погнали Пробежимся На дальний кемп Опа Драка начинается Идем драться Потому что они уже По чуть-чуть начинают Доминировать Поставим куда-нибудь Вот сюда Так Не-не-не Сори Какой Вот здесь поставим Наверное где-то Смотрите Идем дальше И сидим дальше Там где-нибудь поставим Вот тут поставим Хорошо Потом и на базе Можно будет зайти Поставить А, так Нет уже штавора Это можно и на базе Поставить Хорошо Просто easy Ломаем хайгром Лом Ребята Сломают Я отойду Опа Шойт Я вот так сделаю Дядь Хорошо Испужався И убегай Воу Так, есть Сейчас вот здесь К нем Ультанем Оп Подойдет сюда Я ультану Оп, хорош Даю Хорошо Да выходи давай На леги Не знаю почему Они не дают Это так тупо Уходим Все, спокойно Просто уходим Ставим дальше глазочки Работаем Работаем Аккуратно Можно вот тут Вот так подставить Есть Оп, смотрите Почти не видно Хорошо Не забывайте Про имба Глаза Это офигенная вещь Здесь поставим Немного поглубже Берем Рубим Вот здесь деревья Вот здесь Где-нибудь поставим Иногда важно Зайти Просто срубить дерево И куда-то Вот поглубже Чтобы не было видно Да, вот образ Вот раз Вот сюда поставим Можно вот в это дерево Пихнуть Тут будет едва видно А, это бар стоит Вообще Хорошо Аккуратненько взяли Поставили У нас уже почти есть Тектарин Это очень хорошо Сможем еще быстрее Всю эту контору лупить Раз Два Можно даже Ускорить немного Свой фарм По добиванию крипа Немного подобивать Можно ультануть, да Если бы каждый кэмп был Заварж Можно было бы ультануть Так, где-то тут еще есть Имба дерева По-моему вот Вот это, да Э, ну я не достаю Надо рубить Оп, еще одно имба дерево Запоминайте Ух ты, Валент Смотри, какой О, не достаю Нужно было вообще ультовать Смотри, что делает, дядь Ой-ой-ой В НВ зайду Успею, интересно Хорошо Ушел я, да Оп, деревце Жестко Жестко Так, куда побежал Ага Ага, внизу Ух, срубили там дерево сразу Так, ну Это есть окторин у нас Хорошо Есть окторин О, маны нету, кстати ХП вернее ХП, маны нету вообще Все, заставляем всю карту Этим глазочком Можно уже напихивать Куда угодно Даже не искать имба деревья Аккуратненько Почуть-почуть-почуть Наставляете Уже с окторином Уже тут пофиг будет Много очень Можно будет наставить По красоте И кстати, когда вы ультуете Вы выфармливаете В среднем где-то 500 700 золота Со всех кэмпов Смотря сколько у вас стоит кэмпов Заварженных этими глазочками Если у вас вся карта Заваржена этими глазочками То вообще пофиг Куда хотите уже Можете ставить Я сейчас весь лес Им обставлю Уже с окторином Вообще очень быстро Все кдшится Вообще кайф Сейчас вот здесь будем ставить Чтобы видно было всю карту Аккуратненько тут проходим И вглубь куда-нибудь ставим Желательно все это опять-таки делать В инвизии Чтобы это не было видно Куда вы там ходите Где вы там ставите Ребята там доминировать Начали Есть И по чуть-почуть ставите Так, вот тут у нас срубили Да? Давайте здесь Подрубим Раз Вот сюда примерно выйдем Хорошо, аккуратненько Вот так вот сделаем Хорошо Есть Так Это Из их лес Мы в принципе Закидали Можно выразиться так О, тень Здорово Здорово, бро Красава, бро Просто Высозали пацана Так, вот это берем Вот так вот делаем Хорошо Вот здесь поставим Найс Вообще жесть Налегке Свой лес Надо еще завардить Октарин Рефреш Можно Next Сделать Пойдем сейчас Свой лес Завардим Эншин Там Кстати Раздевардили Там Почуть Ребята Хотя бы Что-то Соображают Да? Можно здесь На дефе Поставить Тоже Опять-таки Вглубь Стараться Куда-то Пока Просто Телепортируемся Там Да? Что-то Делаем Возьмите Просто Да Поставьте Куда-нибудь Да? Пока У вас Кдэшится Почему Нет? Я уже Начинаю Просто Беспорядочно Ставить И не Показываю Куда Лучше Желательно Ставить Взяли Вот тут Подрубили Видеонаблюдение Поставили Аккуратненько Почуть Почуть Вон там Пуш Прошелся Пытается Что-то Там Так Тут Стоят У нас Да? Парочка О Смотри Вон Пурион Да? Телепортнулся Видим МХ работает МХ работает Вот здесь Сейчас поставим Еще дополнительного Эх Вот сюда Надо было Ставить Промахнулся Чуть Хорошо Пройдемся По лесу Еще Здесь Будем Ставить Весь лес Поставим Вот так Сделаем Пацану Пусть Удобно Будет Так Тут Мы должны Примерно Я обычно Старое Ставить Вот сюда В это Дерево Оп Найс Чтоб Было Вот так Знаете Тут Закрыто И тут Только Видно Было Отсюда Примерно И то Там Можно Не успеть Как говорится Увидеть И тут То же Самое Сделаем Сейчас Заставим Всю карту Начнем Дальше Заставлять Даже Кайф Это Интересно Не знаю Неужели Не интересен Такой Геймплей Никому Это Круто Дота Зачем Создан Дота Создан Чтобы Кайфовать Расставляем Рефрэш Будем Делать Раз Два Хорошо И сюда Сейчас Также Тоже Примерно Как-то Подрубим Сейчас Подрубим Некоторые Наверное Спросят А почему Ты не Ультуешь Сейчас По КД Но Если честно Маны Не особо Много У меня Чтобы Ультовать По КД Да и Лес Там Пофармлен Там Пофармлен Много Золота Я не Получу Поэтому Я стараюсь Как-то Еще Одну Курл Возьмем Хорошо Чтоб Себе Таскать Так Еще Вот сюда Поставим На проход Чтоб Видно Было Есть И Пойдем Сейчас Лайны В принципе Все Леса Мы Уже За Этого Лиза Контрели Виженом Персоверанс Мне Идет Для Кнопки Маней Сейчас Ультанем Наверное Все Лайны Вернее Все Крипы В лесах Уже Готовы И Посмотрим Сколько Золото Я Хапну Ребятки Так Поставим Вот Здесь Здесь Ультуем Так 377 Золото Ультанули Пошло Смотрите 377 Золото Было Просто 377 Было И 1067 Стало Ну Короче 700 Золото Спокойно Спокойно Выфармливаем Так Ищем Имба Деревья Имба Деревья Это Высокие Деревья Ребятки Не забываем Где у нас Тут есть Имба Деревья Имба Дерево Такое Нет А тут Не видно Их Вот это Дерево Высокое Тоже Вот Можно К него Попробовать Вот сюда Откнем Все Это Надо Делать Вы Инвизия Не знаю Я Выхожу Просто Фармлив Крепчиков Вот Это Дерево Откнем Оп Смотрите Какое Кайфовое Деревце Сейчас Почуть Почуть Ты Че Там Дядя Делаешь Я Бегу Я Бегу Но я Очень Далеко Бегу Но очень Далеко Так Еще Тут Сейчас Ткнем Хорошо Ультуем 1600 Золото Вот так Вот Найс 2500 Фарм Пошел И Короче Фармим 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 Еще по лесу Пройдем Сейчас Фармим Фармим Так Хорошо Есть Еще Есть У нас Вот такая Вещь Хорошо Топорик Наверное Уже Дропнем Опорик Наверное Дропнем Вот сюда Сейчас Поставим Так Где У нас Тут Есть Имба Дерево Какое Нибудь Высокое Нету Не вижу Да Ну давайте Сюда Вглубь Поставим Радик Выключить Надо Чтоб Не спалиться А то Подспалились Немножко Можно Опять Так Сделаем И Ультуем Сейчас Ультуем Фармим Всю карту Зафармливаем Ультуй Оп Хорошо Жесть Смотрим Уже Рефреш Есть Пацаны Стратегия Назовется Фарм Мега Фарм 1800 Да Хорошо Уже Этот Есть Бабочка Там У кого Все Можно Лайны Заставлять Я себе Помню Обещался В новом Гайде На Руфе Заставить Всю карту Надеюсь У меня Здесь Это Все Получится Ох Поставил Парни На Надо Всю Карту Завардить Мне На Видео В Ютуб Так что Не спешите Сейчас Поставим Оп Имбо Имбо Дерево И Лайна Спокойненько Завардим Спокойненько Рефрешер Есть Сейчас Ультанем Раз Ультанули Поставили Всю Карту Просто Фармит Этот Руд Всю Карту Тут Поставим Оп Так Надо Там Кстати Пройтись На Активы Путь Все Рубит Деревья Смотрите Додумался Да А тут Не Не Видно Не Видно Додумался Вот Тут Сейчас Надо Тут Поставить Ог Что Огар Огар Шмотки Продал Что Ли Крыса Осуждаю Максимально Так Надо Хилить Табыра Еще Да Захили Смотри Там Лучше Ходит Подрубает Додумался Лучше Хорошо Что Есть Имба Деревья Которые Он Не Знает Что Нужно Делать Поставим Вот Тут Хорошо Сейчас Крип Ресет Сразу Ультуем Есть Рефреш Не Вижу Смысла Нажимать Слишком Долго Когда Лучше В драке Пойти Надо Вообще Вот Тут Завар Дится Это Офигенно И Тревел Сделать Так Есть Пока Бежим Где Нибудь Можно Ткнуть Еще Вот Тут Давайте Ткнем Видно Было Перемещение Перебафываемся Идем Дальше Вот Здесь Сейчас Тут Поставим В глубине Где Нибудь Найс Хорошо По Кайфу Есть Вот Тут Поставим Эх Не Дотягиваюсь Попробую Сверху Дотянуться Тоже Не дотягиваюсь Туда Здесь Ткнем Сейчас Тут Поставим Где Нибудь В глубине Вот Тут Наверное Крип Резается Опять Ультуем Опа Угна Там В опасности Так Ультанули Подрутили Хорошо 3000 Золото Есть Хорошо Сейчас Если Что Рефрешим Пальтуем Пальтанем Если Что Я Рефрешнулся Так Сделаем Подеремся Хорошо Ух ты Блин Меня Избивают Так Ну это Тревел И Даггер Наверное Не успею Да Эх Чуть Чуть Не успел Филинс Привод сделал У них Не спадает Не спадает У них Хорошо Мне Мне Главное Всю Карту Сотрите Просто Карта Как Открыта Тупо Кайф Тупо Кайф Нас Лес Еще Подработать Пойдет Так Я заберу Ребята Мить Сломает Все Таки Неплохо Мы Подрались Жесть Так Ну Еще Еще Надо Ребятки Надо Еще Немножко Подзавардить Легион Стараски Не могут Они его Остановить Не пушьте Дайте Все Поиграем Жесть Но Выфармливаю Я Очень Быстро Выфармливаю Очень Быстро С этой Темой Так Я Почти Рез Сокуру На базу На базу Дагерочек Покупаем И У них Базу Еще Можно Будет Подзавардить Но На базу Если честно Тут Просто Прыгаете Где-то Примерно Отсюда Идете Прыгнули Не сбились Себе Инвиз И Запрыгайте Куда-то Здесь Заварживайте Где-то Вот Здесь Можно Здесь Поближе Просто Чтобы Какой-то Вижен Был Какой-то Вижен Тут Жесть Вся Карта Заваржена Сейчас Реснемся Сразу Можно Ультануть Сразу Можно Ультануть Вот Здесь Надо Вообще Завардиться Плейт Мэйл Лежит Артефакт Так Ультуем Сразу Так Видим Глэйд Сколько Там Золота Получим Косарь Золота Просто Просто Ультанули Косарь Золота Получили Ребят Косарь Золота Получили О Правильно Что Огра Кикнули Осуждаем Максимально Этого Огра Который Так Делал Так Раз Тут Дерево Кто-то Срубил Кто Срубил Ах Ты Смотри Что Делает Твин Хэт Если Он Это Делал Ах Ты Смотри Жесть Огоним Смотри Что Твин Хэт Делает Я Не буду Ему Корни Кидать Го Кик Он Руинит Смотри Как Делает Прикинь Заходит Просто Рубит Мои Деревья Осуждаю Максимально Рубит Деревья Мои Прикинь Что Делает Вот Зря Я там Написал Наверное На видос Не на видос Ребята Сразу Начинают Руинить Прикинь Что Делает Вот Оно Хейтер Вот Хейтер Да Попался В катке Получается Нормально Лайн Стояли Начал Деревья Рубить Взял Топорик Прикинь Как Огоним Просто Топором Топором Просто Подходит Рубит Но тут Уже Надо Но Ребят Не знаю Я Трачу Время Просто Так Получается Да Просто Подошел Рубит Прикинь Какой Сейчас же Рестница Опять Будет Рубить Рестница Опять Рубить Будет Ладно Пойдем Наверное Тогда Заканчивать Я Флов В принципе Ну Год Раку Тогда Родж Если Он Руинит У них Весь Лес Открытый Мы Всех Их Видим Так Вот Сделаем Ультанули Сейчас Поставим Вардик Оп Если Что Драка Да Но я Далековато Правда Вот так Вот сделаю Опа Ты Смотри Какой Опа Цверкнул Хорошо Бро Я помогу тебе Я помогу Побьем Похилим Побьем Все Сделаем Брат Таше Его Нафиг Красава Бро Вон Смотрите У меня МХ тут Везде Стоит МХ Стоит По всему Лесу Но Твин Хэд Конечно Крыса Ребят Максимально Осуждаю За такую Пигню Вот Седьмой Либидо 96 2.12 Твин Хэд Он Специально Рубит Мои Деревья Осуждаю Карка В принципе Получилась Красивая Прикольная Ну По кайфу Да Всю карту Видишь Интересно Интересно Прикольно Весело Так Гоу Интересно Прикольно Весело Можно прыгнуть Сейчас Ух ты Дядь Я помогу Ты шо Я помогу Дядь Берусь Мне будет Очень бона Смотри Телепортируется Ух ты Блин Так Подожди 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 Ой Меня сейчас Тут запинают Извращенцы Можно Байбэкнется Да Давайте Байбэкнемся И поможем Команде Так Не добивайте Только крип моего Говорю Не добивайте Моего крипа Ладно Они там Сами справятся Ну В принципе Вот такая Катка Получилась С рефрешем Ребятки Не получилось У меня Всю карту К сожалению Открыть Твинхед Еще Немножко Поднасрал Ну Не сказать Что он Прям Очень сильно Поднасрал Но Чуть Он поднасрал Согласитесь То есть Там Сколько Деревьев 5 Я думаю Успел Срубить Такой Вот Закрысил Да Получается Каточка Но я бегу Помогу Ребятам Все равно Здесь Надо было Еще Завардить Эти места Сейчас Пока Добегу В принципе Можно Будет Куда-то Деревце Зачарить Какой-нибудь Деревце Хорошо Опа Дядь Ну ты Куда Вот так Сделаем Ой Она его кушает Ну зря Я бы Наверное С руки Его Убил Хорошо Туши Красавы Ребят Ну поставьте Лайк За такой Геймплей Не знаю Каточка Получилась В принципе Прикольная Низ Мы реально Очень жестко Выиграли Получилось У нас Завардить Вот такую Контору На руфе Не забывайте Что эти Вардики Видны Всем И даже Тиммейту Которые Которые Ну Берут Просто И руинят Берут Топорик И руинят Не знаю Зачем Так Делать Для чего Это просто Какой-то Хейт И Просто Играйте На руфе Кайфуйте Все Вот такая У нас Прикольная Каточка Что ж В принципе Мы сыграли Ребятки На меду Мы сыграли На четвертой Позиции Получилось В принципе Красиво Прикольно Интересно Что еще Придумать Я не знаю В принципе Гайд Я думаю Можно считать Законченным Доделанным Полностью Потому что Есть Классический Руф Через Радиенс В Керри Билд И конечно Есть Вот такой Руф На четверочку Через Аганим Просто Посмотрите Какая красота Реально Просто Красиво 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 Вы Просто Нажимаете Одну кнопку И зарабатываете 1000 золота Просто Каждые 40 секунд Ну Сколько Там Получается Каждые 60 секунд Там Примерно Получается Зарабатывать И в принципе Получаете Нереальное Такие Тиммейты Что ж Ребят Не знаю Будет ли Еще одна Катка Или нет Если Она Будет То Хорошо Если Не Будет То Конечно Спасибо Всем Кто Посмотрел Этот Видос Этот Гайд Поставьте Обязательно Лайк Подписывайтесь На канал Чтобы Не пропускать Новые Видосики И Все Ребятки С вами Был Ксаназ И До Скорого Может Еще Катка Будет Я Не Знаю Я Не Знаю Может Так Ну что Друзья Недолго Думая Решил Я Next Затушить Таким И Сейчас Хочу Пойти Рупом Опять На Мид Но Буду Собираться Немного Не По Стандартному А Именно Будем Собирать Что Очень Интересное Что Наверное Вы Видели Уже Поэтому Давайте Это Попробуем Сделать Ну видимо Если вы Это Видите Если Вы Это Видели Значит Это Получилось Погнали Центральный Проход В нашем Распоряжении Фармим И ехало Попробуем Сделать Все Что Нам Нужно Ребят Начинать Будем С Радиенс Ого Легу Взяли Сразу Ну Уф Попробуем Тогда Если Радиенс Будет Плохо Выфармливаться То Сделаем Фазы Армлет И потом Начнем Делать Вещи Посмотрим Что Получится Давайте Давайте Я уже Если честно На предвкушении Этого Всего Что У нас Должно Получиться Ух Ес Еще Взяли Нормально Если Они Там Толпой Соберутся Будет Тяжеловато Тимфайте Ну Надеюсь Ребятки Тоже Хорошие В команде Поэтому Я думаю Все Получится Думаю Все Получится Найс Так Патма Да Патма Еще Там Вивер Два Героя Которых Я не ловлю Легу В принципе В медуз Можно Можно Будет Выграть Я Фарм Меня Не трогайте Пишут Правильно Сф На фарме Против Легис Самое Лучшее Не Найкс Какой Нибудь Там Да Или Урса Там Сф По Кайфу Чем Урса Контрит Легу Да Ничем Нет Ничего Не знаю Отстань От меня Через Армлет Ребятки Играем Через Армлетик И будет Агох Афк Сел А зачем Заходить Афк Сел Сколько Ждать Будем Как думаете Надеюсь Игра Интересная Будет Никто Не будет Ливать Ни у кого Не выключит Свет Как обычно Это бывает Обычно Заходишь Пытаешься Сыграть И Начинается Свет Там Танцы С бубном Все там Подобное Пузик Пузик Странно Это паб И все сидят Ждут Это довольно Таки Странновато Это не Приватная Игра Это Паб Лол Паб Пабовая Игра И все Сидят Ждут Лол Довольно Таки Странновато 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 Что все Ждут Пацана Этого Так Ну он Пикает А Вот так Вот значит Минер Минер Берет Ну катка Значит Будет Долго Так Лего Будет На мину Да По идее Тогда Вот так Вот берем Вот так Вот Хорошо Меня Запулили Если что Топорик Доберем На фарм Возможно БФ Придется Собрать Еще Дополнительно Потому что Тут Проблема В том Что Мины Нужно Будет Чем-то Подламывать Сейчас Поглядим Как Катку Будем Расставлять Но Минер На самом Деле Такое Пугает Пугает Минер Но Это Временно Я думаю Это Временно Хотя Кто Его Знает Что Замен Минер У нас Есть Ранжевики Так что Пофиг Вон Хорошо Спалил Уже Спалил Уже Слордар Нет смысла Тут Дальше Ставить Так Ну Руну Забираем Идем Кто По Миду Будет У нас Интересно Стоять Я так Думаю Либо Под Мап Идет На Мид Либо Лего Если Лего Хочет Именно Центральный Он Пойдет Но Может Лего Пассивный Просто Пойдет Ковырять Лес Тоже Как Вариант Лесной Легион Довольно Так Легко Стоит Через Тройку Очень Легко Так Ага Исэфа Гоняет Наш Керри Умирает Ребята Ой Ну Бежать Просто Бежать Надо И все Да Пофиг мне На эту Минку Я стою Забираю Руну Дядь Пирс Блад Убивает У нас Руфа Ой Руфа Исэфа Бедолага Запинали Посмотрим Кто Мид Будет Давно Тангуса Не брал На мид Обычно Беру Не Тангуса Просто Хилочек А Ес На мид Пойдет Так Тоже Неплохо В принципе Будем Тычковать Есэ Фиссурой Фармить Фармить рукой Нет Фармить Фиссурой Да Знаете Там такая Прям Куда он Побежал На Крепе Чувак Чувак На Крепе Так Берем Топорик Чтобы Чтобы Гениально Фармить Прям Топорик Чтобы Гениально Фармить Боится Он Меня Боится Чувачок Боится Боттл Сразу Пацана Там ФБ Взяли Чуть Чуть Прогоним Его Качаем Через Агрессию Надо Стики Взять Сюда Срочно Хотел Арбу Взять По Стандарт Надо Стики Врать Во О Чем Я Говорил О Чем Я Говорил Ребят Только Катка Начинается Сразу Всех Там Пубны Танцы Ливы И тому Подобное Жесть Уфб Уже Было Не Варик Тут Сижать Печалька Конечно Только Вроде Начали Да Такая Агрессия Пошла Написано В игре Там Хрен его Знать Дело Страноватая Тема Ладно С ЕС Будет Интересно Стоять ЕС Там Сразу Боттл Расходник Вторая Минута Ромы Руны И пошло Там Спам Нереально Ну Плохо Будет С големами Тут Изи Катка Без големов Еще и Керри Сф Это Мне кажется Это Несерьезно Сф По КД Будет Как Крипчик Умирать Ну Попробуем Мы же Будем Тоже Собирать Вещи Ждем Глядишь Отлагает Интернет Сори Пацаны Ну Мне кажется Это В сказках Только Только В сказках У всех По первому Левелу Как-то Так Странновато Выглядит Это Все Ребята По Левелу Доминирует Лего Лес Да Походу Все Кстати Верно То Что Да Пусть Големы Будут Типа С Големами Шансов Поболе Начало Надо За Овни С Големами А дальше Двигаться На На Вставку Все Кикаем На Вставку Надо Сделать Еще Будет Хорошо Фармит Фиссурой Пацан Просто Отзвонил Меня Чтоб Я Не Фармил Получается Если Что-то Рановато На Руна Выходит 20 Секунд А Что-ли Ставим Пошел Ладно На Топе Заберу Еще Зафармливаю Заберу Ага Заберу На Топе Забрал Минер Чик Проверяй Монетка Погоняем Чуть Сразу Фиссуру Дропает Вообще Пофиг Кому Тупо Фиссуру Сразу Скинул Все Так Сапог Берем Сапог Сапог Пойдет Не знаю Сф Пытается Фармить Не получается У него Отсмотрелся Видимо Гайдов Какого-то Хиназиса Пошел Нанизу Фармить Да Давай Брат Фиссурой Фарми Фиссуру Фиссуру Называется Фиссуру Фарм Бро Есть Пулица Не хватает Эмма Да Расходника Боттл Флоу Я очень много ХП Сжигаю Так Актив Берем Шишку Шишку Фармить Фиссурой Да Фармить Рукой Нет Знаете Чего мы хотим Фармить Фиссурой Да И вот такой Смысл Минер Проблема Рейндж Минус Один Рейнджевик Минер Это должен Был быть Законтрен Еще Пацаном На Вэле Мы на топ Выбежим Лего Фармит Ага Найс руна Так Отлично Это у нас Парень ушел Есть Там активка Какая-то Если что Карни Закинем Карниплот Посадим Может Нужен будет У нас В принципе В катке Слардар Все равно Пофиг Да Слардар В катке Есть Это значит Что будет Дэмэжа Очень много С руки Можно будет Разваливать Так что Не страшно Не страшненько Что там у Иеса 5 левел Ага Вот оно Вот оно Нападение Года Нападение Года Левен Карморы Пока Висят Что ж так Промахиваешься Пьяный Что ли Хорош Сф Азасейвил Сф Азасейвил Давайте Тоже Поактивничаем Наверное Поактивничаем Сф Зачем Я Сф Азасейвил Хотя Вон Сф Что-то Сделал Да Даблкил Тоже Неплохо Так Раз у нас Такая игра Что Пацаны Там Что-то Суетятся А я тут Фармлю Тогда Раскачиваем Третий И помогаем И сами Фармим Шостики Есть Паста Вармлет Тут не получится Сделать Поэтому пока Просто Фармим Там Видно Будет Если что На телепортах Просто нужно Тоже активно Подыграть Команде Союзников Хорошо Монетка Найс Можно В лесочек Попробовать Сходить Пятый Левел Лего Там Если Пресс Атаковый Легион Тяжеловато Будет Убивать У меня Орбы Даже Нету Обычно Через Орбу И погнала Погнали Навестим Просто Что-то Поморосим Не знаю Так Экспа Не дается Тут Не фармит Никто Тут Никто Не фармит Окей О Здорово Только Просто Так Посадил Главное Чтобы Не Крипы Да Я Заберу Эй Не Забрал Да А как Такое Бывает Прикинь Да Что Это Одесс Момент Одесс Момент Понял Понял Все Фиссуру Фиссуру Брат Одесс Момент Найс Лего Да Убиваю Круто Я не знаю Что это За Хрень Захилиться Ай Ща Ех Отдал Ну Такой Себе Ты Такой Себе Ест На Меду Не Можешь Труп Убить Ну А Здесь Момент Нереальный Был Сейчас Пришел Легиона Убивать Есть Такойся Ребят О Еще Здесь Момент Ребят Если честно Я вам Не скрою Это игра Наверное Пятая Подряд Я пытаюсь Отписать Другой Билд Игры Настолько Неинтересные А вот Эта игра Стоящая Походу И она Как обычно Со всеми Нереальными Косяками Войдет В гайд И это На самом деле Прискорбно Потому что Всегда Первые игры Отыгрываешь На фул Выносишь Всегда Так Сделаем Вот так Вот Пацану Поможи Сделать Так Гоу Легу Искать Где он Там А здесь Момент Только Не надо Еще раз Делать Пол Ормлета Хорошо Нету Рувчик Рувчик Нет Никого Кого Ищешь Нету И О Вот он Пошел Ой Хорош Вот в ком Не сомневался И так Это в Слардаре Да В Слардаре Я не сомневался Пол Ормлета Есть Но долго Долго Ормлет Калачу Долго Ультовать Не стало Это Там С руки Просто Забираешь И все Так 500 Золота Надо Да Так Тэшку Я не хилил Внизу Пострадала Тэшка Но никогда Было В начальной Стадии Ты не особо Не паришься На то Чтоб Хилить Тавара Ну реально Не паришься Просто берешь Там Образно Фармишь Успел Нераскаченный Куда там Что там Намного Ты не захилишь Маны Особо Немного Да и сейчас Даже Сейчас Солринг Сделаем Армлет И солринг И все Можно Работать Армлет Солринг Поехала Хорошо Армлет Солринг Поехала Хорошо Найс Оп Как отматься По-карски Хорошо Погнали Курушки Че подмахать От меня Так На меду Собираются Да Что-то Ребята О Найс Минут По-меду Че-то Собираются Пацаны Солринг Почти Есть Ресепи Взял Вдруг Буду В боковых Магазинах Там Не знаю С телепортов Иду Чем Там Захилимся Заманимся Хорошо Пока мы Тут Афкшим Минер Где-то Пукает Где-то Пукает Это Страшно Врубай Хорошо Так Р-ка Сейчас Добью Кату Пэдисол Будет Сол Рингом Конечно Будет Хорошо Прям Все Что происходит Бегает Минер Липнется Липнется Столкнут По идее Должна И крайний пульс Хорошо Хорошо Шишку Закинул Главное Все нормально Столкнут Ребят Похилим Мы по лесу Пройдемся Там по-любому Будет Легион Момент Легион Момент Так Монетка Хорошо Варлока Наверное Подконтривает Да А поэтому Так Ну дальше Врадик Попробуем Ага Тут я дерево Всегда рублю Вот он Вот он Чуваки Летс го Тагерочек У него Ах ты Крыса Я с инвиза Вышел Да По-моему Ждал Вышел Выхожу С инвиза Стою Привет Надо было сразу двойку давать Просто от варда Рожда Жалко Оба сдохнем Скорее всего А вот и нет Перевернули Ой Хорош Прям Еще есть И на вставочку Можно на вставочку Если честно Думал Я тут ГГ погибну Но нормально Затушили Еще и Тэшку добил Вообще Ластхит Пауэр Ластхит Пауэр Можно на вставочку Неплохо По красоте Ребят Главное Легиона Гоняем Чтобы он Живу по идее Тут Не хватает У меня еще Армлет Если что Есть Не включил я Армлет Не стал включать Такое себя Почему не включил Не знаю Надо было просто С армлетом стоять Добить Но фиссуру Не рассчитывая Не знаю Хотя ЕС шел Тупанул Он еще Фиссуру Размакшивает Тупанул Ладно После драки Кулаками Не машет Можно Варлоком Поиграть Знаете У нас Все привилегии Можно на Руфе Поиграть Можно на Варлоке Подчекай Так Полено Затрещало Можно идти Он хорош Лего Лису найду Может Наверное Уничтожу его Это Но И Но И Но Я Про Опять На том же Самом месте Дорогой Друг Ульта Ну Чтобы Не было Азес Момент Опять О Дарова Не могу Струбить Блин Вот Зайди В инвиз Ё-моё Все Сейчас Минерчик Тоже Заберем По-любому Где-то Тут Будет Пробегать Ага Ай Криса Вонючка Куда Побежал О Вон Он Стоит Эй Дядь Не надо О О Да Что Такое Это Хорош Господи Эти Эти Ару Ну Я Не Знаю Ну Как Это Вообще Возможно Ладно Короче Все Я Просто Фармить Манал Я Начинаешь Куда-то Лезть Гангать Что-то Суетиться Легион Этого Перетушить И Пит Какой-то Начинается Тупо Непонятно Жесть Такой Бред Такой Бред Такой Бред Хоть Не Играй На Этам Руфи Да Не Получается Не Ну а Руки По Не Поймать Я Не Могу Так Специально Добивать Не Буду Тавр Чтобы Нам Золото Всем Поровну Дало Специально Вот сюда У меня б уже роденц был Да Наверное Если бы я фармил Просто Не пытался Там Кого-то Убивать Не Ну Легу Я убил Спору Нет А дальше Фигней Какой-то Занимался Сам Виноват Правильно Там Даже Не Ару Виноват А че Нафиг Я Там Лезу Правильно Забрал Да Уйди Че Ты Там Бегаешь Тем Более Вроде Ушел А Они Все Перетянулись Там Возьми Да Радик Сделай И туши Сколько Влезет Согласитесь Тут Ух ты Блин Хиляемся Сейчас Фиссура По голове Когда Сним Так Найс Живем Шишку Кидаем Хилимся Живем Хорошо Фулл ТП Почти Поднял Уже Не почти Уже Фулл ТП Корешки Работают Корешки Работают Ребят Так 200 Золота Есть Да Вот так Кто-то Ты там У нас В лесочек Собрался Ити Ты Смотри 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 Работает Ух ты Смотри Какие Умные Смотри Какие Умные Ты Куда Побежал Так А У тебя Хоста А у тебя Суицида По-моему Нет Дядь Насколько Я знаю Чпонь И Все И Нету Этого Миньорчика Миньор Кстати Молодец Активно Играть Пытается Ух ты Блин Ух ты Блин А кого Ты Бьешь Кого Ты Бьешь Лайрак Так Что Там На Топе Да Надо Дефить Да Ну Будем Хилить От Глифа От Глифа Будем Хилить Телепорт Должен В Такой Момент Вместо Топорика ТП Должно Быть Уже Топорик Свою Жил Демейджи У меня Обычно Топорик Меняется Вот Если Вот Так Играть Черед Нас Акред И так Далее Хорошо Погнали Ты Не Собирался Я тебя Убиваю Что Ты Ультуешь Ты Что Страшно Ему Походу Так Ладно Это Есть Это Тоже Есть Кидаем Шишку В Крипа Фармин С Роденцем Будем По лесу Бегать Мне Надо будет Гем Брать Но Гем Я Брать Не Буду Будет Наверное Фен Брать Хорошо Ливен Кармора Еще Раз Так Ес Внизу Еса Побаиваюсь Легу Не боюсь Тем более Сейчас Роденц будет Вообще Не буду Бояться Можно Можно Будет Полез Спокойно Побегать Потушить Его Все Радик Есть 20 минут Тайминг Не очень Но Какой Не очень В принципе Стандартный Тайминг Стандартный Тайминг Хорошо Погнали На Б Резенько Так Оп Оп РК Тэшка Все Так Кто там У нас Ладно Риху Забафаем Солринг На под Ме Это Конечно Круто Так Че Там Похилить Че То Надо Наверное Вот Эту Тэшку Отхилить Хорошо Работаем Так И Все Знаешь Мусор Славдар Убегает И Ливен Кармор КД 05 Секунд И Славдар Зарвался Просто Так Вырубаем Радиенс Сейчас Подрубим Как только Подойдем Слышали Оп Дядь Запиливание Пошло Дядь Оп Смотри Как умею Умею Могу Практикую Хорош Бедоложка Так Дальше Молнию Хотя нет Дальше По билду Молнию Нет Не буду Дальше По билду По секретному Секретный Билд Напишите Потом В комментариях Ребят Какая катка Вам зашла Больше По Пановая Сгорел На работе Просто Называется Так Хорошо Хорошо Тут Зафармили Есть Отлично Сюда Раз Два Оп Мизик Вивер Дезолятор Собрал Мощно Мощно Аппетитно Так Там у него Смотрите Видели Пол БМ Легет Так Дагончик Хорошо Мид Прессинг Гонем Армлет Позволяет Начальная Стадия Нормально Так Подфармить Ой Ой Армлет Включить Лучше Хорошо Хорошо Еще Сюда Ж Ой Еще Голем Успел Кинуть За эту Драку Но Если Это Дракой Назвать Если Это Назвать Дракой Голем Я Щекину Что Жесть Не Ультой Нуть Я Не Успел Там Отмечка Дорогой Друг Стой Люблю тебя Бам Что Что Это За Стил Был Не Пусти Не Пусти Дядя Вы Че Дайте Я Дособираюся Затушили Моих Грозников В лесу Я Легиона Настиг Просто Ой Ой Фиди 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 Вени Фиди Фиси Там Вот Это Все Да Фиди Селд Селд Бан Я Тавар Там Уже Почти Восстановил Да Юдай Хорошо Так Есть Можно Тушить Лос Как Лос Как Так Ну тут Тышка Уже Фулу А че Работали Работали Да Выработали Хорошо Я у них В лесу Засел Короче У них Теперь Лесной Казанова Новый Появился Просто И все Лесная Казанова Хорошо Вот так Заходим Ждем Догончик Стратегия Тактика Галактика Называется Пошло Запиливание Он не будет Ожидать Догон Никогда Бах Следующий Стой Дядька Рэпчик Брат Это не 83 Убегаем Догон КД Дышится Хорошо Загончиком Еще По кайф Тактика Нереально Крутая Тактика Нереально Крутая Это Жестко Дядь Слушай Это не Контрится Догон На Руфе Не Контрится Это Это Невозможно Я знаю Точно Невозможно Е Возможно А с Эхо Слем Будет Или Не Будет Не Даешь Эхо Слем Идять Да Нафиг Они Нужны Правильно Правильно Нафиг Они Нужны Что Слардар Не Вежа Не Веже Не Веже На Слардаре СФ Затащил Так Погнали Сюда Не Веже Нас Слардаре СФ Одним Койлом Всех Убьет Сейчас Крыса Так Догончик Идет Четвертый Левел Будет Дальше Можно Бегать По лесу И Тушить Чисто Такой Знаете Внезапный Дамаг Залетает Вам Вы Такие Шуй То Опа Так Ну-ка Манго Дай Дай Манго Манго Дай Хорошо Погнали Газуем Так Догон Пятерка И ехала Ищем Изэриала Сюда Добавим Еще Октарина Постараемся Добить Будет Круто Будет Круто Все И обратно В инвизик Найс Стратегия Да Ребят Так Догон Еще Один Еще Один Догон Догон 4 Имеется Кто там Кто-то Тут Было Еще Да Или Мне Показалось А Это Крипчики Крипчики Вот Мы Бегает Бегательная Подмах Так Ждем Я Зашугал По-страшному Зашугал По-страшному Опа Хорошо Догон Пятерка Пятерка И Нормально Да Что же За Трэп Это Такие Страшно Вырубай Я Не знаю Где они Там Сидят На Мазь Наверное Просто Позаселив Боятся Боятся Правильно Правильно Такое Вот Страшно Как бы Да Вот Страшно Такое Вырубай Ты Юдай Бедолага На фениксе Бедолажка Дагон Пауэр Дагон Пауэр Разминировано Вот это Правильно Одобряю Ой-ой-ой Дагон Пауэр Хорош Выжил Еще Так Го Уходим Отсюда Есть Сейчас Октаринчик Сделаем Это Забавно Не знаю Жалко Тут Ну Типа Не показано В полной силе Это да Комбинация А просто Вы бегаете Пилите И потом Добиваете Это конечно Прокатывает Не везде Потому что Даст Ну Тут Даже Видите Это же Даст И покупает Ценность Все равно На победку Старается Да Все равно Как бы Но Даст Это Умеют Брать По чуть Скади Сэф Не Ну Сэф Сильный Конечно Не На самом Деле Тут Феникс Слардар Все Сделали А я Помиду Там Потушил Немножко Ой Все Койлы Сэф Просадил Как Хорошо Что У тебя Такие Койлы Могу Пофармить Спокойно Спасибо Тебе За Это Ух ты Вард Пошел Снимать Минер Я бегу Смотри Я бегу Я Так Если Что Кнопку Держим Руты Сразу Ж Мгновенно Опа Пошло Дело Хорошо Лего Бедолага Рили Так Пол Акторина Есть Держи Хорошо Отлично Пойдем Внизу Фарм О Найс Отличная Руна Можно Еще Лиса Пофармить Раз Два Три Четыре И Это Вот Тут Хорошо С Варлоком Вообще Легчайшая Была бы Варлок Там Вообще Прекрасно Вписывается В наш Пик Подруты Варлоком Сюда Уже Акторин Будет Круто Будет Металага Вивер Ничего Не может Но Слардарда Контрит Очень люто Вивера Тем Более Хорош Акторин Почти Имеется Хорошо Ну как Лиса Выколотил Все Спасибо За подписку Да ребят Не забывайте Подписываться На канал Если вам Нравятся Гайды Фановые Видосы Если в целом Контент Заходит на Канале Велкам Подписались Лайки Не забывайте Тоже ставить Если нравятся Видосы Почему вы Просто Не поставить Лайк В знак Того Что Ну действительно Видос Понравился Почему нет Ведь это Ж просто Мне это Видосы Двигает Вам просто Ничего Не составит Как говорится Труда Поставить Лайк Не забывайте Что гайды Есть на всех Героев На всех Героев И я сейчас Почуть Почуть Просто Переделываю Гайды Те которые Не доделал Образно Да там Истории героя Не было Там Какая то Теория Не такая Да То есть Как то Так И Почуть Почуть Двигаемся Спасибо Всем Кто помогает Кто поддержит Катка В принципе Прикольная Получается Это В целом Гайд Прикольный Вышел Полена Такой Герой Редко Его Увидишь Затушил Дагон 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 На Руфе Это страшно Дагон На Руфе Это страшно Не знаю Так Пацаны Я тут Пробегу Я просто Мимо Проходил Мимо Проходил И Дагона Залепил Дагона Залепил Дагона Залепил Оба Дай Дай Дядь Не дает Пройти Куда он идет Вот сюда Кликает Да В хитбокс Попадает Что Оп Найс Бедолаги Просто Загнали В фонтан Четверых Жестко Не хватает Тут конечно Знаете Эзерела Эзерела Не хватает GG Минер Кстати Вообще Ничего Не смог В этой катке Сделать Вообще Ничего Не смог Хорош GG Ребят Ну что ж Я считаю Что этот Гайд В принципе У нас Завершился Хорошо Красиво Если есть Какие-то Вопросы Задавайте В комментариях Гайд Получился Неплохой В принципе Руф Такой герой Ребятки Запомните Чаще всего Его используют На четверку Через Ливинг Армор И Покупают ему Даггер Там образно Под феникса Да Какой-то Врыв Чтобы Засевить яйцо Прыгать И рутить И уничтожать То есть Ну такие Комбинационные Моменты Он делает В целом Герой На керри Очень В принципе Не сильно Приспособлен Но можно Дамажить Дэмэджа У него Очень много 160 урона Это еще Не до 25 Левела Как говорится Апнул этот Дэмэдж И в принципе Все Ребятки На этом Гайд у нас Окончен Оставьте Комментарий Какая катка Вам понравилась Больше Все Ребятки С вами был Ксаназос И до скорого